приветствую тебя рассказывает да я приветствую тебя ром как твои дела как здоровье все не проходишь карантин а где проходишь карантин дома у себя вот сижу собственно всю работу делаю как и все дома вот так что все стандартно достаточно послушай скажи мне ну давай мы для наших подписчиков зрителей все кто присоединяется всех его приветствую заранее хочу сказать что по традиции за лучший вопрос я подарю со своей стороны книгу за ум именно за лучшим вопросом ты готов что ты сегодня подарить с легкостью меня такой вопрос как подарок передать а подарить можно доставочку заказать и так далее как обычно это делается желательно конечно в москве бутылку вина от себя подарю и да я угадаю какую бутылку вина вот кстати не факт может быть и нет тогда объяви чтобы люди знали бы за что они борются ну я подарю бутылку вина надо посмотреть что у меня есть хорошего такого интересного может быть это будет рамон вильбаум но что-нибудь небанальное может быть может быть и нет чтобы была интрига надо посмотреть просто что у меня в погребе хорошего осталось вот там много чего осталось так что за хороший вопрос что подарю обязательно еще не все успел выпить да нет У меня дома где-то примерно 300 бутылок вина и еще где-то примерно 50 бутылок крепкого. Так что у меня запасы не на один карантин. Ромик, расскажи, пожалуйста, такую вещь. Вот ты сейчас находишься на карантине. Да. А чем ты занимаешься? Чем ты себя загружаешь? Ну, у меня есть какая-то работа, связанная с Рамом Бильбао, безусловно. Мы сейчас в основном, конечно, проводим онлайн-активности. Вот сейчас мы запустили такой гастрономический челлендж. С Амелье. Завтра мы запускаем этот гастрономический челлендж для города Санкт-Петербург. Это вот такой маленький анонс. Сегодня еще об этом пока никто не знает. Вот. Поэтому какую-то делаю работу онлайн. А так, конечно, ну чем занимаюсь? Читаю. Читаю, учу, готовлюсь. В общем, все стандартно. У меня основная работа моя всегда заключалась в командировках, в разъездах. Сейчас, понятное дело, этого всего нету, поэтому стараюсь в свое свободное время использовать с максимальной пользой. Не всегда получается, но стараюсь. Послушай, ты являешься президентом Московской ассоциации С Амелье. Я, в принципе, хочу со всеми пообщаться, с учетом того, что, к сожалению, так получилось, что и конкурс С Амелье, который мы ждали 20 марта, он отменен и перенесен на ноябрь месяц. С, ой, не ноябрь, а на июнь пока предварительно. Но я думаю, что это тоже, как бы, вилами на воде писано. Скажи, пожалуйста, такую вещь. В связи с тем, что происходит, Московская ассоциация С Амелье, ты являешься ее руководителем. Ты знаешь, какое количество людей потеряли работу или пока вот не работают. Можешь примерную статистику сказать из тех членов, которые есть, со сколькими ты общаешься и насколько бедственная ситуация у С Амелье? Ну, скажем так, потерять пока никто не потерял, потому что со всеми ребятами, с которыми я общаюсь, все пока сидят, что называется, дома на карантине. Вот, у нас поэтому пока что, скажем так, уволить никого еще не уволили, по крайней мере, из того, кого я знаю. Но все, да, действительно, все очень в подвешенном состоянии неопределенном. У нас есть ребята, у которых еще более непонятная ситуация, потому что они трудоустроились буквально накануне карантина, причем трудоустроились в том числе как бы в новые проекты, которые планировались открываться. И вот там сейчас тоже не вполне понятно, какая будет ситуация. Но официально пока что все, что называется, при работе, причем некоторые ребята до сих пор как бы работают, то есть выполняют какие-то административные функции. Причем кто-то даже периодически приезжает в ресторан, приезжает в офис, то есть нужно что-то делать. Пока что все нормально. Я все-таки очень надеюсь, что если следовать прогнозам, которые дает наше правительство, то все это закончится где-то к июню. И, в общем, за это время, за эти два месяца мы не успеем испытать вот такого прям совсем адского потрясения, какого-то все более-менее стабилизируется. Поэтому пока что скрестив пальцы, да, сидим надеемся. Вот. Но, да, ситуация, конечно, не самая радостная. Кому-то урезали зарплату, причем не только работникам, скажем, ресторанной сферы. У меня жена работает в сфере винной торговли, она работает в бутике винном, мы тоже немножко уже сократили. То есть какие-то такие вещи есть, да, но повторюсь, пока что каких-то массовых увольнений, слава богу, не было. По крайней мере, про это не слышно. Ну, как ты думаешь, мы же все прекрасно понимаем, что большая часть ресторанов, большая часть ресторанов, они могут и не открыться. И вообще пересмотреть всю профессию по поводу профессии сэмелье, нужна ли она вообще у многих заведений? Да нужна, конечно. Я думаю, что глобально никаких потрясений не произойдет. Это мое личное убеждение. Обещают, что будет чуть ли не какой-то другой мир после эпидемии. Я так не думаю. Я думаю, что все, в общем-то, восстановится достаточно быстро, как показывала практика у всех наших многочисленных кризисов и всего прочего. Вот. Я думаю, что и лихорадочный вот этот вот стресс, который сейчас испытывает ресторанный бизнес, он тоже, в общем-то, конечно, пройдет. Другое дело, что да, к сожалению, понятно, что не все его переживут. Это, безусловно, печально. Вот. Но я не думаю, что у нас будет ситуация какой-то выжженной пустыни. То есть, грубо говоря, придет что-то другое на смену, со временем начнет открываться или еще что-то. Но, конечно, хотелось бы, чтобы мы это прошли с минимальными потерями все-таки. А минимальные потери, конечно, будут зависеть от того, как быстро мы откроемся. Почему-то есть такое ощущение, что в карантине мы долго сидеть не будем. Ну, как долго? Я так думаю, что до начала июня. По крайней мере, судя по тому, что говорит наша организация здравоохранения, до пика эпидемии мы должны пройти через две недели примерно, точнее, выйти на него. Ну и, соответственно, при благоприятном развитии сценария следующий месяц должно постепенно ситуация нормализоваться и пойти на спад. В принципе, это картина, которая совпадает с традиционным течением эпидемии гриппа, скажем так, ежегодной и так далее. Ну, вот если этот благополучный сценарий, скажем так, исполнится, то, я думаю, что потери, ну, 20-30% нас, наверное, ждут, но я надеюсь, что не больше. Понятное дело, что, к сожалению, какие-то маленькие проекты, да, безусловно, наверное, с ними будет все не очень хорошо. Сочи, Куценок. Так, Артур, зачем перепромотировали Лесомелье? Отличное место было с большим ассортиментом, перестал посещать. Ну, во-первых, давай я отвечу быстренько. Во-первых, его переформатировали для того, чтобы все вины, которые есть на сегодняшний день, попадают ко мне в винный гид. Россия, Армения, далее вина Молдовы и Грузии и других стран, которые будут у меня в гиде, они все будут продаваться именно здесь, потому что всегда было очень сложно найти в одном месте, в едином месте, где-то самое лучшее, то, что было выбрано. Не просто весь тупо ассортимент. Поэтому для этого и мы переформатируемся. То, что вы перестали посещать, ну, значит, это не ваш вкус. Очень жаль. Мы в любом случае всегда рады. Корнеев вчера в эфире сказал, что в России никто не сажает горначо. Почему? Что думаете? Вот что ты думаешь, Вон? Почему горначо никто не сажает? Я думаю, климат. Горначо сорт, ну, если мы говорим именно про горначо, про испанскую, все-таки сорт достаточно теплолюбивый. С одной стороны. Либо с другой стороны, сейчас в Испании очень неплохие результаты дает горначо на больших высотах. То есть там, где весьма прохладно. Но у нас же, по-моему, кто-то работает с Гренашем, насколько я помню. С Гренашем у нас работает... Есть же в этом... В Гайкадзоре, по-моему. Гайкадзор, да. По-моему, в Крыму уже кто-то. В Крыму не работает Самсонов? С Гренашем, по-моему, я не помню, что бы это было. Так, Роман, подскажите, как ваши коллеги из Испании справляются с коронавирусом? И как с карантином? В Раймон-Бильбау, в частности? Ну, в Испании все очень жесткое, на самом деле. То есть то, что мне рассказывали коллеги, они реально сидят дома. То есть там все это очень строго. У них строгость проявляется также в том, что в магазин, да, ты можешь выходить, но в магазине ограниченное количество покупок, которые ты можешь сделать на одного человека, вплоть до того, что, то есть, лимитировано, сколько чего ты можешь взять. И в Испании очень большая смертность. То есть были случаи, вот я созванивался со своими коллегами, они говорят, у нас только сегодня за один день там 600 человек умерло. То есть там все достаточно серьезно. Причем говорят, что эпидемия в Испании, ее пик, не то что пик, а ее начало пришлось чуть ли не на как раз регион Ревоха. То есть там наибольшее количество заболевших было и так далее. То есть там все очень жестко. И поэтому все мои коллеги, естественно, сидят дома. Вся работа у нас на удаленке. Весь офис приведен тоже на удаленку. Так что, в общем, ничего глобально не происходит. Но группа, которой принадлежит Рамон Бельбау, это Самора Групп. Это крупнейший алкогольный, в общем-то, такой бренд. Крупнейшая алкогольная корпорация Испании. Они еще в начале эпидемии 400 тысяч евро перевели на исследование коронавируса, скажем так, борьбы с ним. Так что, в общем, борются как могут, скажем так, на своем фронте тоже. По поводу санитайзеров, честно говоря, не знаю. Я не слышал, чтобы у нас была такая информация. Но думаю, что тоже могут перейти, потому что Самора компания, это еще и производители ликеров и спиртов. Поэтому они-то как раз могут себе это позволить. А в винном секторе пока что, да, у нас тишина. Очень оптимистичный сценарий написали тебе здесь. Оптимистичный, да, но мне хочется верить в лучшее. Я согласен, что оптимистично. Винный гид можно приобрести в винотеке АЭС Коллекция, в ателье вина Абрао Дюрсо. По сути, у виноделов на местах. Я не знаю, где вы находитесь, но можно на сайте заказать, на аэсвайнгид.ру, заказать, и вам по почте пришлют. Возможен для роста российского виноделия. Ты что думаешь? Что по поводу российского виноделия? Полагаю, пишут, что Анна Анашкина, 77. Полагаю, что не так все оптимистично. Возможен рост российского виноделия. Возможен рост российского виноделия в этой ситуации? Я не вижу каких-то прямых корреляций. Здесь какая история. Я брал интервью, буквально, когда это было, это было две недели назад, даже чуть больше, в конце марта у Александра Лепилина, у генерального директора компании Ford. И мы тогда как раз обсуждали возможность, что в связи с коронавирусом не приостановятся ли поставки вин из той же самой Италии, из Испании и так далее. Он говорит, что пока такой угрозы нет. Поэтому какого-то, скажем так, благоприятствующего фактора с точки зрения эпидемии для развития российского вина я, по крайней мере, не вижу. А то, что российское вино будет в принципе прогрессировать и развиваться, я думаю, что это факт, с которым мы все уже, в общем, в хорошем смысле слова, смирились. Но какой-то именно позитивной стороны с точки зрения эпидемии, если можно вообще сказать, что есть какие-то позитивные сдвиги, я, честно говоря, пока просто связи особо не вижу. Как вы считаете, Артур Георгиевич? Я считаю, что у российского виноделия абсолютно есть вся возможность для того, чтобы выступить. Мы в каждом эфире об этом, в принципе, говорим, что самое главное, чтобы не облажались наши производители в виде того, чтобы выпускать под шумок, когда все это дело пойдет из-за того, что цена, соответственно, поменялась, поменяется на импортные вины в любом случае из-за подорожания курса валют и так далее. Российское вино, на него обратят внимание, но главное, я говорю еще раз, ни в коем случае не облажаться с качеством вина. Иначе потребитель больше доверять не будет. У нас не будет. У нас был первый шанс, мы его, к сожалению, повели себя неправильно, я имею в виду вообще, что касается российского виноделия и отдельных производителей в частности. Но второй шанс, который дается, я думаю, что надо будет его очень правильно использовать и идти в правильное направление с точки зрения соотношения цены и качества, чтобы быть конкурентоспособным. Ром, ты часто участвуешь на конкурсах с Эмелье? Ну, сейчас уже не часто, на самом деле. Ну, ты участвовал во всевозможных. На чемпионат мира кто едет от Российской ассоциации? На чемпионат мира пока непонятно, кто едет, потому что чемпионат мира будет еще не скоро. На чемпионат Европы еду я. Опять же, с чемпионатом Европы тоже. Но если оптимистичный сценарий все закончится, в общем, в июне, в июле, то, в общем, он состоится тогда, когда он должен состояться. Это конец ноября. Я все-таки надеюсь, что в конце ноября уже вся эта ситуация рассосется. Хотя вот буквально вчера были новости из Франции, что границы Франции там чуть ли не до октября хотят закрыть. Так что, в общем, пока не очень понятная история. А чемпионат мира у нас будет в 2022 году, поэтому, соответственно, на него еще будет отбор. Я думаю, что отбор будет в 2021 году. Уж я надеюсь, к этому времени точно вся ситуация стабилизируется. Ну и кто-то поедет однозначно от России. Скажи, пожалуйста, вот тенденция, которая идет в конкурсах «Сомелье», на твой взгляд, с точки зрения того, что и пиво добавляется, и саке одно время очень активно продвигалось в конкурсах «Сомелье», насколько это принципиально нужно? И у меня вот вопрос возникает еще второй. Вот я вижу опросники конкурсов «Сомелье» международных. Я в них вижу определенные вещи, на которые невозможно не обратить внимание, так как очень активно, допустим, продвигается в Венгрии, очень активно продвигаются какие-то малые регионы. Да, но вот того же российского виноделия как такового там нет. Вот вопрос, а что нужно делать для того, чтобы все это появлялось? Хороший вопрос. По поводу того, что нужно делать. Ну, не знаю, наверное, как-то интегрироваться, обращать на себя внимание и выходить с этой информацией и предлагать тебя на внешнем рынке информационном. Потому что если мы возьмем ту же самую историю, где информацию иностранцу получить по российскому вину, это сделать, в общем, непросто. Прямо скажем, да, то есть у нас нет до сих пор какого-то централизованного сайта информационного. Это, в принципе, не только у нас, да. Я буквально только вчера читал про Болгарию, про Румынию. Ну, невозможно, например, найти хороший источник информации про вино Болгарии, про вино Румынии на английском языке, да. Хотя вот сейчас вышла книга «Лотмастер оф Вань», посвященная именно этим регионам. Там даже есть Молдавия. Есть книги уже посвященные иностранных авторов, британцев, посвященные, скажем, Грузии. Да, то есть за Кавказью, то есть, в принципе, такой как бы некий сдвиг уже происходит. Я думаю, что нам нужно двигаться в этом направлении и как-то постепенно знакомить вот этих западных потребителей с информационным пластом о российских винах. Потому что, действительно, пока что они о нас ничего не знают. С этой точки зрения им пока что негде, точнее, что-то узнать. То, что касается конкурсов, ну, конкурсы – это всегда отображение, во-первых, неких трендов. Да, если мы говорим о трендах нынешних, то очень было хорошо видно, что творилось, например, вот с середины 2019 года по текущий момент тренды западного мира. Это, скажем, безалкогольные вина и, скажем, такой безалкогольный алкоголь, безалкогольные спирты, да. Открываешь каждый день тренд-бизнес-сайт британский и, в общем, там, пять из десяти материалов было посвящено этой теме. То есть, понятное дело, что, наверное, на конкурсе это как-то будет затронуть, да. И во все прочие идеи, как тоже, как некий тренд, это тоже добавляется. Другое дело, что, конечно, создатели конкурса, они, безусловно, стараются, с одной стороны, отобразить эти тренды, с другой стороны, ну, хочется какого-то разнообразия, да, чтобы каждый конкурс был не похож на предыдущий. Поэтому добавляются новые задания, добавляются новые испытания, добавляются новые, в том числе, регионы, в том числе, новые составные для этого конкурса. Ну, что сказать про конкурсы? Это вообще интересная история, да. То есть, это отдельный вид спорта, давайте назовем это так, спорта высоких достижений. И, конечно, чем дальше в лес, тем, что называется, толще партизаны, тем больше и больше это все отодвигается от реальной жизни, да. Это, конечно, с одной стороны, это данность, с которой ничего не поделаешь. Но, с другой стороны, конечно, вот и в России уже сейчас очень хорошо заметно, что если пять лет назад еще можно было просто обладать неким средним уровнем знаний, да, прийти на конкурсы в нем, принять участие, и занять какое-то высокое место или даже выиграть этот конкурс, то сегодня без специальной подготовки, без целенаправленной подготовки, без дисциплины, без изучения определенных источников и так далее, ну, на конкурсе делать нечего. Да, то есть даже в полуфинал ты уже не выйдешь. Поэтому они все больше и больше, скажем так, становятся оторванными от реальной жизни. В этом некая, на мой взгляд, конечно, есть философская проблема, потому что люди, которые посвящают себя конкурсам, это вот люди, которые профессионально посвящают себя именно конкурсам, да. И мы знаем таких людей, в частности, тот же Северин Полониос, который приезжал в Россию, который профессиональный тренер именно конкурсных сомелье, да. То есть, повторюсь, это отдельный некий такой вид спорта на сегодняшний день. И, в общем, понятно, почему конкурсы, скажем так, привлекают не всех людей, и не все люди стремятся в них участвовать, и не всем людям интересно там участвовать, да. Когда-то мне казалось, что это должно быть что-то абсолютно обязательным для любого сомелье, но сегодня, в общем, понимаю, что, конечно, это не для всех, и в этом нет ничего ужасного, постыдного там и отвратительного. Отвратительного рассказать, что, фу, ты не участвуй в конкурсе, какой-то ужасный человек. Вот. Так что, вот, наверное, так. Конкурсы мировые, да, они становятся сложнее, они становятся интереснее, но, в общем и целом, надо сказать, что уровень растет общий везде, в том числе в России, что мне также особенно приятно. Скажи, пожалуйста, ты вот занимаешься Московской ассоциацией сомелье, да, у нас есть несколько ассоциаций, а вы между собой, как президенты общаетесь, президенты ассоциаций, вы дружите, вы делаете как-то единое дело? Нет, ну, у нас есть единая российская ассоциация сомелье. Вот. Просто региональные ассоциации, для чего они создавались, они создавались для работы на местах. И, в общем, на самом деле, конечно, они призваны выполнять ту функцию, которую российская ассоциация сомелье в силу своего большого размера, ну, она сделать просто физически не может. Потому что в российской ассоциации сомелье, по большому счету, конечно, самая главная функция какая-то представительская, то есть это представлять, грубо говоря, российского сомелье на международной арене, участвовать в международных конгрессах, в конгрессах ОСИ, соответственно, и так далее, делегировать сомелье на международные конкурсы, самые различные, ну, и, скажем так, опекать и, скажем так, каким-то образом стимулировать профессию сомелье вообще как таковую в рамках всей страны, да? Чего-то более конкретного, ну, просто в силу своих огромных размеров российская ассоциация не может сделать, да? Именно для этого были созданы региональные ассоциации для того, чтобы вот эту работу на местах как-то конкретизировать. Поэтому, в общем-то, и петербургская ассоциация сомелье, и московская ассоциация сомелье, и крымская, и донская ассоциация сомелье, они именно этим занимаются, да? То есть на, грубо говоря, на уровне своего региона они объединяют сомелье, объединяют тех, Крымская ассоциация, она сама по себе живет, она как-то не... Ну, там непонятная какая-то история, да. Там какая-то не вполне понятная история. Ну, поэтому я и спрашиваю, вот вы между собой как президенты ассоциации общаетесь, дружите, там, какие-то общие стратегии вырабатываете? Я понимаю, что российская ассоциация-то головная, у Алексея Сидорова хватает заботы других, как бы там, но что касается вот на местах, вы же все равно как-то общаетесь между собой? Ну, мы общаемся, но каких-то глобальных общих проектов совместных у нас нету, вот, поэтому мы здесь, наверное, как мэры городов, да, у каждого свое, скажем так, подчинение, своя сфера, своя область. Ну, мы ездим друг к другу на конкурсы, да, мы участвуем в плане, опять же, конкурсного какого-то взаимодействия. Но каких-то других проектов пока что просто, наверное, не было, и, опять же, это чисто организационный момент, то есть кто-то кому-то должен ездить, так или иначе. Взаимодействие у нас где было? Мы сдавали аттестацию ОСИ уже несколько лет подряд, то есть она по традиции проходит один год в одном городе, на следующий год ее принимают в другой город. Соответственно, в этом году это была Москва, в прошлом году это был Питер, в прошлом году это опять была Москва, и вот так наши санелье, скажем, прикачуют между городами. Вот, какое-то другое взаимодействие? Ну, я не знаю, честно говоря, наверное, что-то возможно, я пока что просто не очень понимаю, что именно, возможно, в этом формате глобально, но вот, наверное, это в какие-то конкурсные истории, когда в рамках конкурса мы что-то делаем совместно. Скажи, а вот ты, как президент Московской ассоциации Семелье, к тебе сейчас во всей этой ситуации обращаются ребята, тут задают вопрос, Рома и Артур, добрый вечер. По вашему мнению, Семелье, потерявшие работу, пойдут ли работать в винные магазины или бутики ковистами? Ты что думаешь? Ну, я бы точно пошел. Абсолютно. С удовольствием, причем мне было интересно, поскольку я начинал как раз вот там, где сейчас сидит Артур Георгиевич в свое время, в 2011 году. Я работал ковистом, поэтому, в общем, я в этом точно не вижу ничего ужасного и постыдного. Наоборот, это было бы здорово. В условиях, когда у тебя нет работы и нет денег, да, я думаю, что это, мягко говоря, очень неплохой вариант. Вот, поэтому я бы пошел точно. Я думаю, что те, кто оказался действительно в не самой простой жизненной ситуации, конечно, этим с удовольствием воспользуются. Ну, вот вопрос такой. Мы знаем, что там компания Simple объявила по поводу своих венотек. Понятно, что у всех, как Толя говорил, о том, что сложные у всех ситуации, финансовые, но ребят готовы поддержать. Понятно, что не всех. А вот как Московская ассоциация, вы как-то организовали историю того, чтобы люди могли вот во всем этом, во всей этой ситуации обращаться. И с вашей стороны, как все-таки, понятно, что нет профсоюза как такового, да, но есть как бы организация, которая в любом случае должна что-то делать, что-то делать, какие-то, ну, собирать информацию, в конце концов, помочь, если где-то в каких-то венотеках требуются люди на подработку, потому что венотеки-то поработают, я вижу. Это могут быть и гипермаркеты, и супермаркеты. Вот как-то обращались, общались на эту тему? Или пока это все в таком начаточном состоянии? Ну, конкретно сейчас у нас пока такого не было. Вот. Но вообще надо сказать, что на базе ассоциаций, вот этих чатов, которые у нас есть, там, в Фейсбуке, скажем так, мы это всегда регулярно делаем. То есть если у нас появляются какие-то известия о вакансиях, если у нас появляются какие-то известия о подработках, и так далее, мы этим всегда обмениваемся. То есть ассоциация у нас это достаточно живая организация, подвижная в плане общения. У нас есть в Фейсбуке, собственно, вот все члены ассоциации находятся. А сколько человек? Сколько человек в московской ассоциации? Ну, на сегодняшний день чуть больше сотни. Вот. У нас, в принципе, ассоциация разделена, скажем так, на три группы. Первая – это так называемые ассоциированные члены московской ассоциации «Сомелье», самая многочисленная группа. К их вступлению, скажем так, предъявляются наименьшие критерии. Их более 60 человек на сегодняшний момент. То есть здесь фактически может вступить практически любой, у которого есть хотя бы законченная школа «Сомелье» и какой-то минимальный, ну, в течение одного года, стаж работы в алкоголе вообще. Затем у нас есть группа, это сертифицированные члены МАС, то есть это действительно уже «Сомелье» высокой квалификации, которые для того, чтобы стать таковыми сертифицированными членами, у них должны быть, во-первых, законченная винная школа, во-вторых, должен быть стаж работы в алкоголе три года, ну и, соответственно, они должны либо пройти сертификацию, сдать экзамен, который состоит из теоретической и практической части, либо же этот экзамен им засчитывается автоматом, если они, например, проходят аттестацию ОСИ, либо они проходят аттестацию в СЭД третий, либо они участвуют в корт-офф-мастер «Сомелье», либо у них есть какие-то победы на конкурсах, ну то есть это такая группа «Сомелье», за которую, грубо говоря, ассоциация ручается говорить, что да, это действительно сертифицированно, гарантированно хорошие специалисты, вот в которых мы абсолютно уверены и можем их статус подтвердить. Ну и есть самая немногочисленная группа, это почетные члены МАС, это победители, москвичи, соответственно, московские «Сомелье», победители, прежде всего, конкурсов российских, поэтому у нас эта группа, да, такая относительно пока небольшая, я надеюсь, что она будет расти, это, в общем, обладатели такого золотого значка московской ассоциации «Сомелье». Это, если говорить вкратце. Вот. На сегодняшний день тогда чуть более ста человек. Скажи, а насколько, я это буду, в принципе, все эти вопросы я буду задавать всем ребятам, которые у меня будут на этой неделе, у меня вопрос такой, а насколько вы перепроверяете тех, которые на сегодняшний день работают, вернее, находятся в составе ассоциаций, насколько эти люди именно работают в вине, потому что я знаю таких, которые вроде в ассоциации стоят, но уже торгуют рыбой, мясом, унитазами, если что угодно, но тем самым объявляют о том, что они являются членами той или иной ассоциации. Да, да, да. Ну, вот, собственно, мы почему этот лиценз такой своеобразный ввели вот этот вот один год, три года, потому что до того, как мы это сделали, у нас как раз было очень немалое количество людей, ну, в хорошем, ну, не знаю, в хорошем, нехорошем, не хочу никого обидеть, да, которые, в общем, ну, это были непонятные для нас люди, непонятно, чем они занимались, но они приходили и говорили, мы хотим вступить в ассоциацию, и все. И мы им как бы, ну, формально не могли отказать, потому что как бы, ну, на основании чего, хочет человек, их, собственно, хочет, да. Ну, когда мы поняли, что действительно у нас в ассоциации немалое количество людей, которые непонятно работают, они с веном вообще, не работают в вене, мы ввели даже для ассоциированных членов масс вот этот вот нижний порог, что если человек хотя бы год работает с веном, и на сегодняшний момент времени он работает, то мы хотя бы понимаем, что, ну, это более-менее, скажем так, наш клиент, да. То, что касается сертифицированных членов масс, у нас их чуть больше, ну, на сегодняшний день порядка 40 человек, у нас пока нет такой проблемы, у нас все, кто работал, те работают, в ассоциированных тоже, насколько я знаю, все так или иначе, это люди, которые работают в вене. Другое дело, что кто-то из них работает в сомелье, есть в том числе даже официанты. Но так или иначе, это люди из ресторанной стеры, из алкогольного бизнеса, то есть пока что у нас такой проблемы нет. У нас была идея о том, чтобы устраивать переаттестацию, пересертификацию, ну, в общем, как показывает практика, конечно, тоже людей слишком утомлять этими переэкзаменовками бесконечно не нужно, поэтому, может быть, когда-нибудь, там, несколько лет спустя мы еще раз это проведем. Но пока что просто за счет того, что у нас только в прошлом году состоялась первая переаттестация, пока такой проблемы нет. Вполне возможно, что через несколько лет она появится. Тогда будем думать действительно над какими-то периодическими переаттестациями. Но у нас просто проще за счет чего? За счет того, что ассоциация все-таки достаточно компактная. Чуть более 100 человек на огромный город Москва это не так много. И поскольку у нас постоянно идет режим живого общения, мы общаемся в чатах, мы общаемся в ходе наших мероприятий, которые мы проводим, тренировок и так далее, и так далее. Но мы как бы держим связь, мы понимаем, кто где, стараемся друг друга поддерживать, помогать и так далее. Поэтому, в общем, пока что все более-менее на виду. И, в принципе, мне изначально и хотелось, чтобы ассоциация у нас была больше про качество, чем про количество. Потому что мы, конечно, столкнулись с тем, что изначально ассоциация была очень большая, но когда ты начинаешь по этим спискам делать рассылки, ты вообще понимаешь, что там до 40% это мертвые души, к сожалению. То есть это люди, которым, в общем-то, либо ассоциация не нужна в силу определенных причин, либо они в ней просто не заинтересованы, либо действительно это люди, которые уже давно отошли от вина и, может быть, и в Москве уже не живут. Ну, то есть, поэтому нам и нужна была такая вот переаттестация год назад. Много кто из этого большого глобального списка отвалился, но, с другой стороны, все, кто хотел вступить в Московскую ассоциацию, все, кто хотел в ней состоять, что-то от нее получать, в общем, двери всегда открыты для всех. То есть это активные члены на сегодняшний день? Да, да. Для меня это было очень важно, чтобы это была ассоциация не на бумаге, а чтобы это были вот действительно люди. Ну, банальная ситуация, да, организовываешь дегустацию, говоришь, ребята, у нас 30 мест. Рассылаешь пригласительные по 200 человекам, да, приходит 10. Ну, понятно, что у тебя там, да, 50% просто даже не просматривают эту информацию, это люди, которые, ну, просто не активны никак. Соответственно, сегодня у нас такой ситуации нет. Скажи тогда такую вещь. Вот в ассоциации Московской 100 человек, ассоциация, российская ассоциация Сомельен насчитывает порядка 5000 человек. Задается вопрос, почему в Москве столько, что в Питере остальные и в других регионах, то есть вот такой вот отбор. И если в случае человек не подтверждает свою квалификацию и так далее, он исключается из ассоциации? Нет, он не исключается у нас первоначальная ступень, она самая либеральная. Это ассоциированные члены масс. То есть если вы закончили школу Сомелье и хотя бы год работаете в любой алкогольной сфере, ну, имеется в виду, вы можете быть барменом, вы можете быть официантом, вы можете быть Сомелье, вы можете быть менеджером винторовой компании, вы становитесь ассоциированным членом, мы вас приглашаем периодически на какие-то мероприятия, периодически на какие-то активности, ну, и обеспечиваем какую-то поддержку со стороны Московской ассоциации, то есть предоставляем ограниченный доступ, например, к нашим ресурсам, к нашим подпискам и так далее. Вот. Если вы хотите подняться на ступеньку выше, то есть стать ассоциированным членом масс очень просто. То есть вам нужно соответствовать вот этим двум минимальным критериям и, в общем-то, больше ничему иметь какое-то желание просто вступить. Для того, чтобы стать сертифицированным членом, да, требуется уже постараться и здесь, конечно, мы вот действительно вас проверяем на предмет того, а нужно ли вам это реально. Да, зачем вам это, ну, не то чтобы зачем, да, мы хотим от вас увидеть, что вам это нужно, что вы хотите этому званию соответствовать и что для вас это звание и членство в стации это не пустой звук. И со своей стороны сертифицированным членам мы даем гораздо больше возможностей. Это возможность вступить в тренировочный лагерь, это доступ к нашей онлайн-библиотеке, она очень большая, она постоянно пополняется, это доступ к самым различным семинарам, которые мы проводим, в общем, очень часто, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не только про то, что мы требуем, это еще и про то, что мы даем. Но, повторюсь, что попасть в Московскую стацию Сомелье сегодня может любой, кому это интересно. Вот достаточно соответственно... У вас же есть тренировочный лагерь, по-моему, да? Да, да, да. И вы там, соответственно, довольно часто, я знаю, что вы собираетесь... Мы собираемся, да. Проводите, Никита. Да, и... Ну, вот... Больной вопрос, Ром. Что тебе не нравится в нынешних Сомелье, ну, наших Сомелье? Есть ли такие моменты, которые тебе не нравятся? И я бы хотел, чтобы ты, как президент Московской ассоциации, озвучил. Я потом озвучу то, что мне не нравится. Ну, я как-то, на самом деле, в последнее время подуспокоился на этот счет, на самом деле, потому что раньше бы, там, да, два года назад, если бы мы с вами общались, я бы сказал, вот низкий уровень мотивации, они не хотят приезжать на конкурсы, там, бла-бла-бла. Сейчас я понимаю, что, в общем, ну, каждому свое. Да? У меня, в общем-то, основной критерий, конечно, не то чтобы критерий, пожелания. Естественно, Сомелье должен быть увлеченным, он должен много знать, он должен много уметь, он должен постоянно развиваться, читать, что-то знать, не просто что-то, да, желательно знать как можно больше. Но, с другой стороны, это, да, действительно больной вопрос, потому что мы всегда упираемся в то, что, насколько рынок готов для таких Сомелье, насколько рестораторы готовы для таких Сомелье. И для меня, например, гораздо более больной был вопрос, когда у меня ребята, которые титулованные с выигранными конкурсами, со званиями, не могли найти работу по нескольким месяцам, потому что не менее известные рестораторы говорили просто «Да нафиг мне все эти твои там регалии, мне это вообще не интересно». И поэтому, в общем, сегодня я смотрю как-то на это так уже не то чтобы спокойнее, а просто, наверное, с той позиции, что готовый рынок должен быть для таких Сомелье. Ну, ты говоришь сейчас про ситуацию, что вот зачастую я с тобой согласен, бывает так, что рестораторы не очень хотят брать известных Сомелье по каким-то причинам, может быть, из-за того, что больше надо платить, чем просто бармена вытащить из застойки и сказать «Завтрашнего дня ты Сомелье». А вот те Сомелье, которые работают в ресторанах, почему такое пренебрежение с их стороны идет по отношению, ну, я не говорю про всех, мы сейчас говорим про вот ту часть составную, которую просто вдруг человек из абсолютно практически никого превратился в Сомелье, одел костюм и ходит по залу и к нему начинают приезжать менеджеры винноторговых компаний, отношения у них слишком предвзятые и так далее. Вот ты, как человек, который все-таки и со стороны винноторговой компании, как представитель, амбассадор там, бренда, ты сталкивался с такими моментами, что люди как-то не очень позитивно реагируют, они живут в собственном соку, там варятся в замкнутом пространстве и им кажется, что они вот в этом месте как раз являются некими такими вот князьками, скажем так, на местах, где чуть ли не привезите мне шато-марго и я его хочу продегустировать. Ну, это же классическая история синдром вахтера, это все, в общем, то, что известно и то, про что Шукшин писал и так далее. Но мне везло как-то, я не очень часто, слава богу, с такими людьми встречаюсь, хотя такое тоже бывает, но, в общем, тоже, наверное, не от хорошей жизни у них такая позиция, наверное, тоже они в некотором смысле осознают, что, в общем-то, вот только здесь у них эта власть и есть. Вот, по поводу излишнего снобизма, но, опять же, мне кажется, это тоже лечится, лечится приходом на конкурс, когда ты понимаешь, что твой реальный уровень знаний, он не соответствует тому, что ты себя строишь и так далее. Но вот, повторюсь, для меня важно, чтобы Сомелье был образованным, чтобы Сомелье был интересующимся, увлеченным своим делом и, наверное, вот это лучшее лекарство от этого излишнего снобизма и так далее. Сейчас очень популярно во многих ресторанах все-таки формат такого непосредственного контакта с людьми, когда проводятся какие-то винные ужины, когда проводятся какие-то образовательные вечера и когда приходят, в общем-то, абсолютно обычные люди, которым ты должен рассказать про абсолютно, как бы, скажем так, обычные вина. Все-таки будем честными, потребители Шато Марго сейчас массовыми косяками по ресторанам уже не ходят. А публика сейчас совершенно другая, и вина тоже совершенно другие Максово Пьюцов. Поэтому, в общем-то, мне кажется, сейчас вот этот такой снобизм о Сомелье заточенных только под клиентов на Бентли, он, конечно, из Москвы уже уходит. И, в общем-то, прямо, скажем, остался только в нескольких уазисах определенных. Мне очень позитивно общаться с теми ребятами, которые состоят в Московской ассоциации Сомелье, потому что я вижу, что это люди другого типа. И вот прежде всего другого типа, потому что они не замкнулись на том, какой я замечательный, хороший, потому что они прекрасно понимают, что надо больше знать, больше уметь, и что всегда есть кто-то лучше и умнее тебя. И, наверное, вот эта постоянная тяга к движению вперед им позволяет оставаться хорошими людьми и при этом хорошими профессионалами. Вот. Поэтому, наверное, пожелание у меня... Тебе повезло, поэтому ты, с учетом того количества людей, которые есть, я могу с тобой согласиться, но, к сожалению, в этой профессии абсолютно бывает очень много случайных людей, которые приходят в нее и портят вообще понимание профессии как таковой сомелье, да, то есть, либо это господин Открывашкин, который просто открывает бутылки, ходит по залу. Так вот, я хотел тебе задать вопрос вот еще такой. Значит, с учетом того происходящего, опять-таки, к этой теме, тут спрашивают добрый день, какие глобальные изменения нас ждут в целом в торговой отрасли. Ты можешь сказать? Какие? Ну, предположите, условно. Я могу, опять же, сделать отсылку, не как реклама, да, а как просто интервью, о котором я упоминал вначале на сайте компании Ford с директором компании Ford, потому что я уверен, что не только он, конечно, на этот счет высказывался, Анатолий, наверняка, Корнеев много чего говорил на этот счет. Пока что не очень понятно, как надолго это все, потому что основная эта проблема сейчас, какой основной канал страдает, это канал Хорики, да, и все зависит от того, у какой винторговой компании этот процент больше, да, для кого-то Хорика это 10%, для кого-то 30%, для кого-то 40%, для кого-то 70%, да, ориентиры. Соответственно, вот эти изменения, они будут, скажем так, кто-то может себе позволить перепрофилировать свои каналы продаж, да, уйти больше в частный корпоративный отдел, уйти больше в секцию, в сегмент винных бутиков и так далее, да, кто-то меньше от этого зависим, поэтому здесь все упирается в два фактора, это, во-первых, насколько долго продлится вся эта история с карантином, во-вторых, какой процент ресторанов откроется и выживет в этой ситуации, ну и в-третьих, да, насколько долго все это будет продолжаться и какие компании смогут вынести. Ну, у кого есть подушка, возможность, я считаю, что к концу года мы будем видеть однозначно закрытие достаточного количества компаний, количество, будет интересно подвести итог после, дай бог, чтобы это быстрее закончилось, но какое количество ресторанов закрылось, винно-торговых компаний, которые испытывают сейчас достаточно сложные моменты, потому что некоторые были ориентированы исключительно на хорику, и мало где в магазинах они были представлены, то есть, своей сети не было, и так далее, и это может привести к очень печальным последствиям, опять-таки, ты правильно говоришь, по поводу времени, вот, будем надеяться на то, что все будет хорошо, так, а шанс, что мы ко своим аборигенам обратимся активнее есть, или это еще сложнее и дороже? Ну, во-первых, надо понять, что такое аборигены, да, насколько это именно автохтонные сорта винограда, я считаю, что именно исключительно благодаря качественному вину, особенно, если будут собственные автохтонные сорта, из которых будут делаться вина, это будет очень-очень позитивно и хорошо. Артур, добрый день, не знаете ли вы, идут ли весенние работы на российских виноградниках и не мешают им ничего и к работе в связи с карантином? Я могу сказать, что однозначно идут, никто ничего не останавливал, люди работают, я периодически общаюсь с нашими виноделами, все в работе, все в полях, так что процесс не останавливается, это сельское хозяйство, у него времени на это нет. На виноградниках работа идет, есть проблемы только с поставками, да, могу согласиться, так, 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 Болгария, Россия, братья на здоровье, да, без проблем, так оно и есть, бантик, Оля, я полюбил Абрау, применяю линейку, я очень рад за вас, я смотрел вопросы 2013 года и вспоминаю вопросы прошлого года, разница сумасшедшая, вот, что скажешь, почему такая так происходит, что разница такая действительно большая. Ну, уровень растет, уровень растет, и вопросы же в том числе и я пишу, вот, растет уровень, и поэтому, да, возвращаясь к тому, о чем я уже говорил, что сегодня без целенаправленной подготовки, причем серьезной, на конкурсе уже делать нечего, только если так прийти для любопытства, поэтому, но, опять же, мы здесь не задираем планку, мы соответствуем тому тренду, который есть в мире, да, и опять же, как я всегда говорю, мне хочется рассматривать и московские конкурсы, и российские конкурсы, и милье, когда-то мне казалось, что это вот все, на этом все заканчивается, да, сейчас мы понимаем, что с этого все только начинается, потому что дальше идет Европа, дальше идет мир, и для того, чтобы человек, который едет туда, был к этому хоть сколько-нибудь готов, конечно, и соответствующий уровень должен быть уже и в России. Поэтому, в общем-то, я думаю, что здесь все, конечно, развивается абсолютно правильно, и дальше будет только сложнее. Вот. Ты мне скажи одну вещь. Вот я наблюдаю тенденцию того, что у нас выступления все больше и больше проходят на английском языке. Да? И на иностранном языке. Вот задается вопрос, я понимаю, что это очень нужно, я понимаю, что это очень, это правильно, но насколько логично, правильно то, что исключительно пытаются, пытаетесь, ну, как бы, или остаться, пытаются сделать конкурс только на английском языке. Насколько это верный вариант движения? Ну, скажем так, только на английском, пока что, все-таки, он у нас не проводится. То есть, даже вот тот конкурс, который мы сейчас готовим, скажем так, который готовится, да, юбилейный, он там будет, английского языка много, но он будет не есть на английском. Вот. Здесь, опять же, на что мы опираемся? Мы опираемся на опыт международный, потому что есть ассоциации, у которых конкурс проходит на английском языке, даже национальные конкурсы. А второй момент, опять же, чтобы... Ну, назови, назови. Ну, я знаю точно, что в Польше раньше проводили конкурс на английском языке. Последний, который я смотрел, он был уже на польском, но, в общем-то, у них был прецедент проведения на английском языке. Второй момент заключается в том, что все-таки мы действительно ориентируемся на тот момент, что победитель, да, или не только победитель, но и те, кто достигает определенных высот на национальном конкурсе, они потом будут участвовать в отборе, в отборе на конкурс международный, европейский, и вот там уже не знать язык, причем не знать его на хорошем уровне просто-напросто нельзя. А я лично... мы же говорим, мы же говорим о том, что есть полуфиналы, да, то есть вот в полуфинале там очень много заданий на английском языке. Если человек изначально не разговаривает нормально на английском языке, тогда его проблема, и, соответственно, в дальнейшем он не сможет выйти в отборочный тур, там, для чемпионата Европы или чемпионата мира. Мне кажется, что... Нет, это очень хорошая тема, но, по-моему, делать абсолютно полноценно выступление на финалах, на финале делать выступление на английском языке исключительно, это не совсем правильный вариант, но почему-то, исходя из того, что мы все-таки живем в России, так как, знаешь, в российских ресторанах отсутствие российского вина, как такового, да, то есть, понятно, что здесь есть над чем работать, но сам факт, конкурс «Сомелье», финал, конкурс общероссийский, да, условно говоря, и конкурс московский. Я не исключаю, что должны быть задания, но максимально переходить на английскую тему или же на иностранный язык, это... Ну, просто пока у нас у «Сомелье» проблемы с английским, нам приходится с этим сталкиваться, потому что, скажем, в Европе, да, знание английского языка, оно, в общем, не подвергает сомнению, все его так или иначе знают, вынуждены знать, да. У нас, я лично знаком не с одним «Сомелье», очень хорошим, реально, которые говорят, ну, я вот английский вообще никак. И мы с этим сталкиваемся регулярно, когда, например, мы проводим вот сейчас, в феврале, мы делали... Господи, да, в феврале или нет? Да, в феврале. Мы делали семинар с первым мастером «Сомелье» Польши и делали его на английском. И у нас были ребята, которые, как бы, ну, в общем, сказали, что, типа, мы не сможем принять, потому что, как бы, мы пока английский на таком уровне не знаем. То есть, когда у нас, скажем так, созреет то поколение «Сомелье», которое будет на английском разговаривать свободно, и это, в общем, будет не нужно даже проверять, в общем, мне кажется, что эту долю английского языка можно будет понизить. Но, опять же, повторюсь, мы пока что не пришли еще к формату конкурса, который проводится полностью на английском. То есть, русский язык, естественно, тоже будет и будет в заданиях и так далее. Планы определенные были, да, мы хотим попробовать, хотим посмотреть, что из этого получится. Но, опять же, это было, было также объяснено, не то, что объяснено, а мотивировано тем, что мы хотим пригласить иностранных жюри, и даже не столько иностранных жюри, сколько иностранных организаторов. И в этом формате мы просто не можем сделать конкурс на русском языке, а делать это через переводчика тоже. Да, мы хотим такое сделать, мы хотим посмотреть, во-первых, хоть раз в жизни, как это будет, сделать из этого определенные выводы. Если это будет удачный опыт, значит, возможно, использовать его в будущем. Если это будет неудачный опыт, хотя я надеюсь, что этого не произойдет, значит, от него на каком-то этапе отказаться. Но английский, конечно, нужен, от этого никто не дается. Я даже не сомневаюсь, просто я считаю, что у нас очень много хороших семилет, к большому сожалению, да, действительно, которые не говорят на английском языке. И у них есть некая боязнь выходить, участвовать в конкурсе именно из-за этого пункта, потому что они не очень хорошо говорят, при том, что они действительно очень хорошо работают. Их же нужно в первую очередь понимать, что они в работе. Мне кажется, что если есть отборочные туры, вот на этих отборочных турах как раз и должны проходить, вот я для чемпионата Европы и чемпионата мира, как раз и должны проходить уже среди тех, кто свободно, правильно, качественно говорит. У нас так и получается. Не пугать местных, национальных, как бы, да, в национальном конкурсе участвовать ребят. Вот, просто я неоднократно об этом слышал, поэтому говорю. Роман, в самом начале вхождения в мир вина вы самостоятельно нащупывали свой вкус или был некий учитель, проводник, который задал вектор и повлиял на формирование интереса к какому-то стилю вина. По стилям вина я до сих пор могу сказать, что я стараюсь пробовать все и у меня, конечно, есть какие-то предпочтения, но если так совсем на пальцах, да, я люблю больше белые, чем красные, да, хотя это будет слишком, слишком примитивно, да, такое объяснение. По поводу формирования вкуса, вот сказать, что вот кто-то мне формировал вкус, наверное, это сложно. Я просто пробовал много разных хороших вин, в том числе в ресторане вот как раз Артура Георгиевича, потому что система иноматика, у нас их было 11, около 100 вин, там 80 с лишним вин и еще крепкий алкоголь. Я каждое утро начинал с того, что я все их чистил, проверял вина, соответственно, в каком они состоянии, в общем, да, дегустационная практика у меня была отличная. Потом я работал у Александра Зубкова, где были вина уже очень высокого порядка, прям, ну, то есть исключительные коллекционные, да, и очень дорогие. Это тоже в некотором смысле формировало вкус. Но и все остальное, что я пробовал, то есть у меня нет какого-то снобизма, там, например, применительно к винам Чили или там к винам Аргентины или к винам там еще чего-то. Я очень люблю всякую разную экзотику, с удовольствием познакомлюсь с любым вином, там, я не знаю, из какой-нибудь Румынии, Болгарии, Польши, Швеции и так далее, да, то есть, в общем, на самом деле все понемножку этот вкус формировало, но я думаю, как у всех. У меня другое дело, что меня вот сейчас, я уже такой, с позиции такого бывалого говорю, да, что меня немножко пугает в молодых сомелье, да, когда им формируют вкус. И это, конечно, проблема вот этих всех так называемых современных натуральных вин и всего прочего, когда из них делают людей, которые говорят, что мы пьем только это, все остальное, Кока-Колы и так далее, да, вот это мне видится категорически, конечно, неправильным, и вот это уже как раз и есть самое настоящее зомбирование, хотя те люди, которые эту политику проводят в жизни, они как раз утверждают наоборот, да, что мы вас сейчас разомбируем, вы в эту жизнь пили какую-то дрянь, а мы вот сейчас научим пить хорошую вину. Вот, на мой взгляд, конечно, это не совсем правильно, нужно приучать и формировать, не то, что приучать и формировать, а давать возможность пробовать вина разные и разных стран, разных регионов, разных стилей, и в этом как раз и будет залог успеха, как мне кажется. Без бокала российского вина секрет от профессии Роман не выдаст. У Романа еще все впереди по поводу российского вина. Так, привет, привет. Прокомментируйте, пожалуйста, версию, что законодательным винной модой на сегодня является Санкт-Петербург. Хороший вопрос. Ну, есть какие-то вещи, которые действительно пришли, скажем, из Питера, в частности, то, что касается винных баров, это, в общем, действительно то, что первоначально родилось именно там. В плане каких-то гастрономических идей, да, действительно, ну, что-то открывать, такой ресторан, как Бёрдж, тот же самый, да, он, в общем-то, является очень прогрессивным, и, насколько я знаю, там очень много москвичей, которые приезжают в Питер, сочетают просто такой вот must-have, обязательно надо прийти, посетить его, попробовать в местной кухне и так далее. Вот, поэтому то, что касается законодателя МОД, я сказал бы, что вот это как раз движение биодинамики raw wine, natural wine, да, наверное, оно больше в Питере культивировалось и потом перешло в Москву. Ну, и то, что касается винных баров, как очень демократичных заведений, потому что в Москве до сих пор винные бары, ну, не до сих пор, окей, до определенного момента времени винные бары, которые приходили к нам, это были такие винные рестораны light. Да, в Питере это совсем вот такое, прям, очень-очень такое простое, в хорошем смысле слова, пролетарское заведение нередко, да, вообще без каких бы то ни было понтов, и вот именно такой формат, он действительно зародился, мне кажется, именно там. Поэтому вот в этих явлениях, да, мне кажется, Питер, конечно, законодательный может. Так, Артур, Роман, какие шаги вы считаете, стоит предпринять Крымской ассоциации Семилии, чтобы интегрироваться в российское сообщество и готовить съемные камеры? Что думаешь? Крымской ассоциации нужно просто написать Алексею Сидорову и все, потому что, в общем-то, Крымская ассоциация, это я не знаю, в чем там была проблема, почему они, скажем так, оказались немножко отдельно, но, в общем, никто со стороны Российской ассоциации от крымчан точно не отказывался, и, что называется, милости просим, здесь просто надо как-то, да и, слушайте, мы же, по-моему, вместе с вами были, Артур Георгиевич, когда был один из конкурсов, по-моему, в Крыму, и когда, потом там она отпучковалась отдельно. Ну вот да, поэтому, собственно, со стороны Российской ассоциации с Эмилье точно никакого, как бы, противодействия-то не было, так что, в общем, мы вас ждем, милости просим. Я сообщу, что те вопросы, которые мне задали, у Алексея Сидоров с нами вместе, приветствую тебя, дорогой. Баррэдзес, да, Баррэдзес. У меня есть несколько вопросов, я сейчас озвучу по поводу, первое, соответственно, мы с тобой вообще поговорили по поводу конкурсов и так далее. Я хочу поговорить по поводу твоего амбассадорства как такового. Вот, на мой взгляд, как ты ведешь свои мастер-классы, свои, представляешь производителя, это очень круто. Это очень круто. Ты сколько лет уже занимаешься? Семь. Тебе не надоело? Ну, что-то надоело, что-то нет. Как в любой, в общем, истории, есть свои плюсы и минусы, безусловно. Тебе другие предложения поступали? Поступали, конечно, неоднократно. И почему не соглашался? Ну, либо условия были неинтересные, либо просто была работа не самая интересная. То есть, в общем-то, да и, как сказать, мне, в общем, абсолютно нравится пока что тот бренд, с которым я работаю. Вот. Меня все устраивает, потому что винодельня интересная, прогрессивная, динамично развивающаяся. И в этом смысле, ну, работать интересно. То есть, если бы это был какой-то такой проект, как стоячий, там, не знаю, стоячий водоем, в котором бы ничего не происходило, наверное, в общем, эта история бы закончилась давным-давно. Мне нравится отношение бренда ко мне. Мне нравится, соответственно, отвечать взаимностью, потому что меня всячески поддерживают на протяжении всего моего, всех этих семи лет работы, поддерживают в моих конкурсах, мои ассоциации, введении лекций. Я знаю очень много брендов, которые это запрещают начисто вообще. Вот. Постим в Инстаграме только наши бутылки и больше ничего не делай, и все. Вот. Меня, слава Богу, не так, и я, в общем, за это очень благодарен и очень рад, что у меня есть такая возможность. То есть ты, в принципе, в ближайшее время, может быть, даже с учетом этой ситуации сложились, ты менять ничего не планируешь? А в ресторане планируешь работать вообще? Я бы очень хотел, но меня никто не возьмет просто на какую-то, скажем так, частичную работу. Я об этом думал уже многократно, но просто я не могу работать на полном графике, естественно, это несовместимо, потому что у меня работа связана с командировками. Если бы я работал только в Москве, наверное, это было бы реально, хоть как-то, но поскольку у меня бывает в месяц по четыре командировки, то это несовместимо. А работать на режим выходного дня меня никто не возьмет. Поэтому, к сожалению, пока что это такая, в общем, несбыточная идея, а так, да, в общем, мне было бы интересно, потому что мой опыт работы в ресторане, он закончился, скажем так, ну, преждевременно, да, у меня были тогда, была тогда необходимость поменять место работы, и мне, в общем, предложили как раз этот прием. В общем, он меня устроил на тот момент времени, но, в общем, как бы я с эмиризмом, скажем так, закончил достаточно быстро. В общем, я проработал в общей сложности где-то там два с половиной года в этой сфере, вот, хотя изначально планировал, что, конечно, получится больше. Тебе еще Раймонд Бильбау не попросил, вернее, не предложил стать соучредителем, как бы, акционером. Ты на самом деле их везде прокручиваешь. Ну, я стараюсь, это, собственно, моя работа, поэтому, в общем, мне и нужно это делать, в общем, вот. Так, Рома, не считаешь ли ты, что конкурс Российской Ассоциации Сомелье становится конкурсом 10-12 человек? Согласен ли ты с этим? И к чему это приведет, учитывая отрыв уровня подготовки этих топ-ребят? Да, это Женя, по-моему, спрашивает. Да. Согласен, но вопрос полностью согласен, но надо понимать, что здесь возможны два варианта. Либо этим 10-12 человеком откатываться назад в своем уровне развития, переставать готовиться, что, в принципе, не очень правильно, да? Либо подтягиваться всем остальным. Мне... Конечно, подтягиваться. Да. И, естественно, мне, как президенту Московской ассоциации, в принципе, как человеку, связанному с этой отраслью, конечно, хотелось бы видеть второй вариант. Но заставить насильно, да, всех быть такими, как условно, там, Денис Юрченко или как Александр рассадки мы не можем. Поэтому, собственно, не знаю, что с этим делать. Я полностью согласен с Женей, и я, в общем, как бы прекрасно это осознаю, и мы с этим сталкиваемся, и сталкиваемся на каждом конкурсе. Но, с другой стороны, если мы, опять же, возьмем опыт европейского какого-нибудь чемпионата, да, то участие там в 120 человек это нонсенс. Это очень маленькие, компактные конкурсики такие, да, где участвует, может быть, дай бог, человек 30, где участвуют только те, кому это реально нужно, те, которые в этом реально заинтересованы. Все это проходит с очень небольшой помпой, прямо скажем. Да, поэтому они для себя эту проблему решили. Возможно, у нас решение заключается в этом, потому что, действительно, уровень растет, и это абсолютная правда, что не все этому уровню будут соответствовать. Да, это так. Поэтому, возможно, решение заключается в том, что просто конкурсы наши будут становиться маленькими, небольшими, компактными, но зато это будет, пусть это будет 12 человек, но это будет 12 самых зубастых человек в России. Наверное, так. Я считаю, что тоже должны быть отборочные туры. Отборочные, да. Конкурс проводить, конкурс российской ассоциации проводить вот в таком масштабе, где огромное количество людей абсолютно непонятно вообще, чем занимаются. понятно, что они в ассоциации находятся, когда-то там закончили, но не продолжили свою работу и просто пытаются там поучаствовать, ведь никто не говорит о том, что какое количество работ нужно перепроверять членами жюри, сколько работы нужно сделать для того, чтобы этот конкурс состоялся. Это колоссальная работа. Так вот, я тебе, знаешь, что еще хотелось спросить по поводу спонсоров, партнеров. Вот на какие деньги делается московский конкурс сэмелье? Нет, ну, московского конкурса сэмелье этим занимается Алексей Сидоров. Все-таки, все, что касается спонсорского обеспечения, это все-таки лежит на нем. То есть я, например, когда этот конкурс мы готовили в этом году, да, московский конкурс, я отвечал исключительно за его подготовку, то есть за его проведение, задание, выполнение и так далее. Все, что касалось спонсоров, это все на себя берет Алексей Сидоров, поэтому это надо с ним уже обговаривать. Вот, но... Я ему тоже задам эти вопросы. Ну да, то есть, ну, у нас было много спонсоров, реально очень много. Я не знаю там, сколько это было, грубо говоря, по деньгам и всему прочему, но я помню, что призов, у нас у ребят и участников точно было прямо вот достаточно. Ну, я говорю про то, что огромное количество помещений, помещений, которые требуются для проведения конкурса, это достаточно дорого. Это реально дорого. Даже когда много спонсоров, но они платят не так много. И в совокупности вроде бы какое-то большое мероприятие, народу много всего. Тут вопрос не стоит в заработке, потому что я сам организовываю все эти мероприятия дегустации и, в принципе, понимаю, что это очень сложный момент найти нормальных партнеров для того, чтобы они поучаствовали. Так, были несколько лет назад, Григориан Гергова сообщает, были несколько лет назад в Раймон-Бильбау до сих пор вкус ягненка и резервный плин 1986 года во рту. Я вас поздравляю. Роман, скажите, что для вас главное в вине? Для меня главное в вине это сохранять первоначальную вот ту романтику, хотя бы частично, потому что, как в любой профессии, очень быстро ты скатываешься к снобизму и к тому, что для тебя это становится такой вот чистой техникой. Для меня в вине вот самое главное это сохранить то чувство, которое у тебя было, когда ты впервые сел за парт. Когда я впервые пришел в школу One People, тогда на первом занятии я попробовал свое первое вино в жизни. И вот это чувство, когда у тебя и вкус вина, и история, и некая романтика, и что-то связанное с этим, вот очень здорово, если тебе удается через всю жизнь это пронести. Когда для тебя вино не становится просто, я не знаю, таким же там расходным материалом, как, я не знаю, подшипники, щебенка, кирпичи и так далее, когда все-таки сохраняется какое-то придыхание, когда ты об этом говоришь. И вот если это остается, вот это, на мой взгляд, очень здорово. Это самое главное. Для меня вино это, в принципе, большой мир, потому что для меня вино это путешествие. Я стал путешествовать. Я человек-домосед, я абсолютно интроверт. И, наверное, если бы не мир вина, я бы за границу никуда дальше, там, Украина и Белоруссия, наверное, до сих пор бы не выехал. Поэтому для меня вино это путешествие, это, соответственно, иностранные языки, это другой мир, это другая культура, это интерес в том, чтобы познавать что-то новое, узнавать что-то новое, знакомиться с чем-то новым. И вот для меня это действительно не просто напиток, это вот целый такой мир, как бы, может быть, это пафосно не звучало, но это действительно так и есть. Роман, будут ли проходить винные игры? И что вообще стало с этим проектом? Ну, этот проект закончился. Мне нету ни времени, ни сил его больше вести, честно говоря, потому что это был проект, который держался исключительно на энтузиазме. Делать его очень сложно с точки зрения затрат, поиска помещения, и просто у меня уже нету никакого времени им заниматься. Особенно, когда появилась Московская ассоциация с Эмилье, собственно, в общем, на этом проект и закончился. Я знаю, что в Екатеринбурге ребята делают своими силами винные игры, проект, который называется «Штопор», если я не ошибаюсь. Вот. По-моему, там все как бы развивается живо, в общем, в этом смысле они большие молодцы, так что дай им Бог успехов. Я, по крайней мере, это точно делать не буду еще в ближайшие годы. 10-12 человек, топ-человек, это уже немало. Так, привет, привет, привет. Роман, насколько, на ваш взгляд, важно наличие с Эмилье в ресторане? Ну, все зависит от ресторана, опять же, да, есть рестораны, где с Эмилье совершенно не нужен, это понятно. Вот. В хорошем ресторане с хорошей винной картой, которая позиционирует себя как серьезный бестерномический ресторан, ну, конечно, Эмилье необходим, потому что, даже если абстрагироваться от всех этих красивостей, связанных с тем, что Эмилье это человек в пиджаке, который подходит себе и предлагает какое-то замечательное вино, да, Эмилье, в конечном счете, это винный завхоз, так или иначе, человек, который составляет винную карту, который занимается учетом, инверторизацией и так прочее, поэтому, конечно, в штате такой человек, если в ресторане есть более-менее серьезная коллекция именов, конечно, он нужен. Ну, а дальше прибавляется и то, что, как говорил Раймонд Сомпсонс, Эмилье, это новый рок-стар, да, то есть это рок-звезда, который, в общем-то, может быть тем, на кого гости будут приходить, кому они будут возвращаться, с кем они будут советоваться. Ну, вот я это все видел, на самом деле, сейчас в Англии, когда год назад уже целый год прошел. А, ты же стажировался, да? Я стажировался в ресторане «Хайт», и, в общем, конечно, это совершенно другой уровень, к сожалению, да, которого пока что у нас нет, и, в общем, вот именно там этот высочайший уровень работы с Эмилье, конечно, была возможность увидеть, когда у тебя в день на этаже работает 8 с Эмилье, 6-8 с Эмилье, да, и все при этом при деле, и все обеспечивают винный сервис. 8 с Эмилье, 6-8 с Эмилье, это те, которые только продают вино? Да, это на этаже. То есть, грубо говоря, два этажа, и в смену работает, ну сколько, порядка 12 с Эмилье, да, вот. А сколько посадочных мест? Он не очень большой, я сейчас боюсь соврать, но, наверное, ну сотни, наверное, нету, хотя нет, может быть сотня, да. Вот, он не очень большой. Получается, получается, так они именно с Эмилье, или они с Эмилье с официантами? Они именно с Эмилье, просто есть два старших с Эмилье, главных, есть помощники, ну те, кого можно, наверное, назвать помощниками, младшие, потому что у них там такая иерархия, очень такая, прям, очень. Вот, есть младшие с Эмилье, но все занимаются делом, то есть там нет таких, которые просто стоят там, или подносят патроны, да, все работают с гостями, все это распределено, потому что винный ресторан, потому что основной упор, несмотря на то, что Мишленовская звезда и так далее, основной упор на вино. то есть там есть чем заняться, реально. И, например, на первом этаже, когда у них столики меняются очень быстро, там, в общем, работа находится для всех, так что, это, конечно, уровень другой совершенно. У нас, наверное, пока что такого нету, и мне бы очень хотелось, чтобы когда-то такое у нас, безусловно, появилось. Вот, была возможность вот это увидеть воочию. Роман, когда вы работали в ресторане, как часто вам встречались очень продвинутые гости, и как вы себя с ними чувствовали? Были, были, неловко себя чувствуешь, когда приходит гость, который знает, там, всю Бургундию и пил, там, я не знаю, от Романа и Канти, там, 45-го года, до не знаю чего. Вот, ну, конечно, да, грустно ты себя чувствуешь в этот момент, ну, что поделать. Вот, но таким гостям уже, как бы, сомелье нужен, он скорее как компаньон, чтобы поговорить. Они очень радуются, когда встречают человека, который, как бы, с ними более-менее на одном языке может поговорить, да, и который может поддержать разговор и сказать, что, да-да-да, вот я там тоже был, и вот был в этом хозяйстве, и вот было круто там, да, поэтому учить их в винной карте, конечно, не стоит. Им можно посоветовать что-то, например, небанальное, чего они не знают. Опробовали ли вы вот эту замечательную венг? Нет? Да, давайте попробуем. Ну, вот в таком духе что-то, слушает, твое отношение к февину. Оно мешает работе или же помогает работе с эмильоном? Ну, нет, помогать оно, наверное, точно не помогает. Я им пользуюсь, я оставляю там дегустационные заметки исключительно, то есть, ну, для себя, как блокнот, у меня там закрытый доступ, чтобы никого, скажем так, мои оценки не смущали, да. Вот, но демонстративно при тебе вино, которое посоветовало там по Вивину, скривили нос и так далее, я думаю, они есть у каждого сэмильона. Поэтому, мне кажется, что Вивина – это относительно неплохое приложение, которое может тебе помочь, если ты приходишь там в условный гипермаркет, и перед тобой полка там, не знаю, где-то 400 наименований вина, тогда, наверное, да. Но в ресторане, конечно, нужно ориентироваться на сэмилье, нужно доверять сэмилье, для этого сэмилье должен вызывать доверие, безусловно, да. И тогда, конечно, А как ты считаешь доверять сэмилье, при том, что ты видишь бутылку вина за 8 тысяч рублей в винной карте, а Вивина, оно стоит полторы тысячи? Ну, Вивина очень странные ценники на вино. Они такие же странные, как, например, на Вайнсерчере, то есть, какие-то абсолютно непонятные, неадекватные цены. Иногда они совпадают с реальностью, иногда они абсолютно не совпадают с реальностью. Поэтому я не до конца понимаю, как формулируется цена, честно говоря, как формируется, точнее, эта цена, из каких критериев и так далее. Поэтому, конечно, я на нее никогда даже примерно не ориентируюсь, потому что знаю, что, скорее всего, будет какая-то фигня. Вот. Тут мне сложно сказать. Возможно ли сделать отборочный тур по регионам, это по поводу конкурса сэмилье, а дальше чемпионов среди регионов, добавлять в основной конкурс? Лично я не вижу в этом абсолютно никаких проблем, за исключением одного, организационных. То есть, по сути, для того, чтобы это какой-то должен быть период, когда наберется ли такое количество людей в том или ином регионе, для того, чтобы сделать это. О чем речь? Либо это делать не округами, а это делать как-то приглашать этих людей на отборочные туры в каком-то другом месте, для того, чтобы минимизировать, как расходную часть, это было бы не кустарщина какая-то. И, помимо этого, ну, собирать хотя бы человек там 30-40, чтобы собиралось, потому что становится абсолютно невыгодно и неинтересно, невыгодно с точки зрения затратной части, оптимизации расходов, скажем так. У нас этот вопрос, он поднимается, на самом деле, каждый раз. Каждый год, и каждый год поднимается вопрос насчет проведения отборочных туров, например, для Москвы и для Питера, чтобы в конкурсе было не 100, там 120 человек, 180 человек, да, а чтобы конкурс был более компактным. Но всегда все упирается в одно и то же, что, как бы, получается не очень, как бы, честно по отношению к москвичам и питерцам, да. То есть в Питере и в Москве будет идти какая-то просто дикая заруба, чтобы просто только попасть на конкурс, да. А условно и с эмильетом, я не знаю, из Красноярска, да, их там всего, я не знаю, например, условно 5 человек, да, и они приедут без любого отбора, просто потому, что их там 5 человек. Нет, я как раз исхожу из того, чтобы вот понимать, какое количество людей участвует, чтобы они приезжали, там, допустим, в Московском, в Питерском. Понятно, что не будет такого. Красноярский конкурс с эмильетом, чемпион из трех человек, там, первое место. Это не совсем правильно. Вот о чем мы речь, да. Да, я с тобой согласен. Ну, в любом случае, мы понимаем, что надо куда-то двигаться вперед. так. Дарья, своим типом много воспоминаний, спасибо. Можно ли сравнить вино с женщиной? Можно, я вам говорю. Я могу сказать, что точно можно. Вот, и вино, кто-то говорит, это глупость, мужское вино или женское вино. Я, например, чувствую, либо это женщина, либо это мужчина. где-то посередине я не чувствую вообще. То есть, для меня всегда есть вино женское, с женским характером, либо мужское. Ты что думаешь? Да, согласен. Ну, как термин, как эпитет, конечно, более чем уместный. Так, Роман, какими иностранными языками вы обладаете? Ну, на хорошем уровне я обладаю только английским и украинским. Вот, а так еще владею, ну, опять же, учил немецкий, учил немножечко испанский, учил польский. Ну, вот, наверное, все. Надо говорить винный язык, потому что он интернационален, но все, что говорится о вине, все прекрасно понимают. Костя, приветствую тебя. Говоря про разные уровни с Амелье, что вы имеете в виду? Чего не хватает нашему рынку, чтобы достичь этого уровня? Алекс Бондарев. Какого именно уровня имеется в виду? Говоря про разные уровни с Амелье, уровни, например, там, кто не попадает в ступени, определенные? Чего не хватает нашему рынку, чтобы достичь этого уровня? Так это не рынку, это людям не хватает, людям не хватает мотивации такими быть, и все. На самом деле, это же уровень, который, в общем-то, тренируется, достигается, если речь об этом идет. Если речь идет о рынке, то, в общем, ну, здесь повторюсь, опять же, то, о чем я сказал, есть ли заинтересованность на рынке в таких Амелье, да, это более сложный вопрос, и, к сожалению, это правда, такое заинтересованность есть далеко не всегда, даже в Москве. И, в общем, далеко не всегда рестораторам это, в общем, особо как-то нужно, да, и далеко не всегда кто-то в этом заинтересован, а бывает, повторюсь, наоборот, обратные ситуации, когда ресторатор, наоборот, не заинтересован в слишком крутом Амелье, да, потому что, ну, потому что ему надо что-то платить определенное, да, или потому что он слишком умный. Вот. Поэтому, ну, это более сложный вопрос, мне трудно на него ответить. Наверное, потому что вот наше развитие ресторанной сферы, оно, к сожалению, пока что такое. Да, в той же Англии так вопрос не стоит. Наоборот, опять же, если вспоминать тот же Хайт, где мне довелось поработать, работодатель прямо заинтересован в том, чтобы его сотрудник развивался, и они прекрасно отдают себе отчет в том, что этот сотрудник потом через какое-то время от них уйдет. Скажи, у сотрудников какая зарплата? Вот у Амелье ты работал вот в... Они очень большие, на самом деле, ну, там, рядовой с Амелье, по-моему, чуть больше двух тысяч фунтов получает, то есть это, в общем-то, учитывая стоимость жизни в Лондоне, это прям не очень много, скажем честно. Вот. 200 тысяч рублей. Ну, что-чего? Это 200 тысяч рублей, по сути, получается. Ну, это меньше, потому что, когда мы были... Ну, в принципе, да, на наши деньги это 200 тысяч рублей, но, опять же, надо понимать уровень местных цен. Да, то есть это как бы не сказать, что это прям уй-й-й-й как много. Вот. Но при этом, да, они поощряют и оплачивают частично обучение своих Амелье вот по этим стандартам Court of Master в Амелье. И, опять же, да, повторюсь, они отдают себе отчет в том, что большая часть из них потом уйдет. И вот мы были там год назад и вот с того момента, по-моему, 80% ребят, с которыми мы тогда контактировали и работали вместе, они уже там не работали. Да, они ушли в другие заведения и, в общем, в этом как бы никто не видит какой-то ужасной проблемы. Но там ресторатор действительно в этом заинтересован. Потому что вот уровня его Амелье зависит уровень его сервиса, соответственно, зависит его выручка и, соответственно, зависит лояльность гостей, которые в этот ресторан придут. Самое немаловажное. Так что к этому там относятся очень четко. У нас, к сожалению, бывают нередко другие критерии важны. Но это, повторюсь, пока что проблема, наверное, роста. Наверное, назовем ее так. Рома, мне очень нужен новый гид Артура. Какой вопрос тебе задать, чтобы его получить? Каверзный. Каверзный. А, Вань Пэсс? Это же кто-то знаком. Максим, что ли? Да, Макс Гребеник. Ну, Максим знает какие-нибудь вопросы. Пускай задает. Что ассоциация делает для популяризации вина и профессии сомелье среди молодежи? Ой, ну, я вообще не считаю, что нужно популяризировать алкогольные напитки. Ну, то есть, как вести какую-то агитацию, это, мне кажется, не то, чем мы должны заниматься. По поводу популяризации, ну, мы всячески себя показываем. Вот смотрите, какие мы, вот что мы делаем, вот мы как можем, вот у нас есть такие активности, такие активности. Приходите, ребята, к нам. То есть, грубо говоря, еще раз повторюсь, что ассоциация, она всячески, она открыта полностью для вступления. Мы сотрудничаем с очень многими ассоциациями. Это Вина Германии, Вина Австрии. Мы проводим какие-то лекции, мы проводим какие-то семинары, мы проводим тренировки, обучение. Вот, наверное, только это, можно сказать, популяризация, потому что, ну, ничего другого мы, в общем, показать не можем, наверное, в наших условиях, да. И, в общем, показываем историю успеха наших сомелье. Они у нас есть. Наши ребята, которые состоят в ассоциации, признавались лучшими сомелье Москвы, да, по версии там разных премий и побеждали в многочисленных конкурсах. Так что, в общем, грубо говоря, если вы хотите быть такими, как мы, смотрите за нашими страницами и присоединяйтесь к нам. Вот, собственно, так мы и пытаемся себя продвигать и рекламировать. Понятно. Как говорится, не учи меня жить, помоги материалам. Но многим в основном только это и нужно. Артур и Роман, вы прекрасно чувствуете вину, опишите постсоветских соседей. Рома, например, чемпион Казахстана. Ты же чемпион Казахстана. Ну, это не совсем был чемпион Казахстана. Это все-таки был кубок Казахстана. Но, вспоминая этот конкурс, он мне очень много дал, потому что, во-первых, это был первый конкурс после создания нашего тренировочного лагеря. Для нас это было очень важно, вот эта победа, она была для нас очень важна именно с эмоциональной точки зрения, что типа, вот, посмотрите, мы наконец-то чего-то можем, пусть наши успехи пока скромны, но мы можем побеждать и так далее. А во-вторых, мне Казахстан, конечно, очень понравился как страна, и вот тогда я познакомился, это, наверное, главное для меня открытие спасаетского пространства с винами Казахстана. Потому что, конечно, рислинг это оба-вайнери, он на меня произвел, конечно, неповторимое впечатление. Как сейчас помню, мы тогда пробовали 2011 год, и это было, конечно, очень круто. И на следующий день мы вместе с Павлом Швецом после этого конкурса нас повезли на винодельню, и мы познакомились с Зимой Лой, и было очень здорово, так что, в общем, для меня это был очень неожиданный опыт, я бы так сказал. Потому что, конечно, когда говоришь Казахстан, ну, чаще всего ничего кроме ухмылки не встречаешь, но когда потом люди пробуют эти вина, в общем, очень многие удивляются, и я это вино возил и в Лондон, и в Швейцарию, и в Польшу, по-моему, мы его возили с Амелье, чтобы попробовали. Так что, в общем, Ну, Арбовай, очень крутые вина. Нам удалось попробовать, мы ездили вместе с Денисом Гуденко тоже, помнишь, да? Да, да, да. И перепробовали абсолютно же все, то, что у него было вообще произведено. Да, действительно, есть там очень-очень классные крутые вещи. Мы с ним как раз будем общаться по поводу всего происходящего. В ресторанах в центре Москвы много гостей иностранцев, пишет Олярк Сома. И вся хорошая литература по вину на английском. Это к вопросу Абсолютно верно. Я с вами абсолютно согласен. Вопрос не в том, что это не нужно. Нужно, если у вас есть возможность изучать языки и другие, не только английские. Это вообще очень круто и дай бог, чтобы все хорошо получалось. Артур в прошлом интервью поднимал вопрос о том, что с Амелье Сталин настолько с новыми, что не подходят в ресторане к столику с заказом вина стоимостью полторы-две тысячи рублей. Роман, как вы считаете, это норма? Нет, конечно, это не норма. И мне, наоборот, всегда были приятнее гости вот такого среднего уровня. Не те, которые открывают дверь ногой и говорят «Ты, смерть, принеси мне, не знаю, Массета». Да побыстрее. А те, с кем можно поговорить, которым можно что-то интересное предложить, пусть и не безумно дорогое, но что-то очень креативное. Поэтому, конечно, это упущение. Опять же, когда я работал у вас, я помню, у нас были самые разные вина в карте. И, в общем, в том числе было достаточно много вина, весьма в хорошем смысле слова, бюджетных. И мы с этими винами работали, это было очень здорово, и можно было сделать такую экскурсию, там, попробуйте, попробуйте из этого иноматика, да, давайте подберем такое-такое вино. Но это, опять же, это же личностные качества человека. Это... Я не знаю, что с этим можно поделать, да, бить, там, и как по-другому. То есть это... Ну, либо так, да. ...заставлять, чтобы они выходили все-таки в зал с людьми работать, а не сидеть там, ждать, пока там закажут бутылку за пять тысяч. Так, Роман, Артур, есть ли у вас опыт дегуляции вины из Узбекистана? Есть ли то, что сможете сказать? Да. Я пробовал благодаря, значит, Свете Федосеевой, которая сейчас... У нас член Московской ассоциации, но она сейчас работает там. Вот. Она нам передавала несколько образцов. Один образец мне очень понравился, хотя это был образец, который бы наверняка понравился там, условно, Владимиру Басову. Это была такая вот то, что называют у нас мудянка. Это был такой ровайн, но очень круто сделанный. То есть такое вот вино с оттенком сидра, но это было прям вот... Ну, это было хорошо. То есть это был не дефект, это было прям здорово. Вот. Пиноноар какой-то пробовал. Был он относительно... Ну, относительно такой. Балла на 82-83, но нормально. Вот. Одно вино было с пробкой, одно было оксидированное. Но я пробовал всего сколько? Четыре или пять лим. Но одно мне очень понравилось, я даже Свету просил потом привезти. То есть это такое вино в современном стиле очень, но это было прикольно. А больше не пробовал ничего, к сожалению. Ну, я пробовал, пока есть над чем работать. Ну, да. Актау прекрасен, Арба Рислинг шикарен. Согласен. Почему так мало говорить о российском вине, Владимир Гунько? Давайте. У меня просто уже как бы намечено по поводу российского вина. Мы поговорим чуть-чуть попозже. У нас пока еще есть где-то... Гунько, отдельный привет. Я до сих пор помню, мы его ставили на дегустацию. У нас в прошлом году был сет. Мы собирали мальбеки со всего мира. Мне очень понравился его мальбек. Он был очень свежий, очень такой звенящий, легкий и прям был шикарен. А какого у него Саперави, который найти невозможно, это вообще... Вот Саперави, по-моему, не пробовал, а мальбек мне очень понравился. Вот именно вот такой своей легкости, молодости, было прям очень круто. Арбу Вайн кто-то возит, возит, но пока очень слабо. Я думаю, что после карантина, как только откроются дороги, будет объявлено о том, кто будет новый его возить. Считаете ли вы, что с учетом повышения цен на вино и за доллар российский сегмент будет развиваться активнее и в большем количестве появляться на полках? Ну, тут вопрос, как скажется рост доллара на российском виноделии, в принципе, не скажется ли он отрицательно. В общем, это, наверное, Артур Георгиевич может лучше ответить, насколько мы до сих пор импортозависимы, скажем так, от западных, скажем так, составляющих, бочек и всего прочего. То есть как бы это повышение не сказалось еще и на повышение наше. Я думаю, что российские производители постараются не поднимать цены, во всяком случае, для того, чтобы быть конкурентно способными. Как я уже сказал, есть абсолютно все возможности для того, чтобы у российского производителя была бы возможность попасть в гораздо большем ассортименте, в большем объеме. И вот потихоньку мы будем переходить к вопросу работы. Рома, лучший сомелье в России за всю историю, на твой взгляд. Можешь себя назвать? Ну, да ну, это как-то будет. Во-первых, мы должны понимать, что разные поколения были сомелье. Поэтому сейчас сказать, лучший сомелье – это Павел Швец, но это будет неуважительно по отношению ко всем другим. Условно, например. Поэтому я никого не буду выделять. Тем более, что, опять же, что мы подразумеваем под лучшим сомелье? Лучший сомелье конкурсный или лучший сомелье в жизни? Это разные вещи. И здесь я тем более не могу сказать, что я знаю всех сомелье в России и даже не всех сомелье в Москве. Поэтому мы не можем сказать. Слушай, ну у нас, смотри, есть конкурсы, есть обычные конкурсы, региональные, там общероссийские и Вами Пипл, которые тоже мы делаем. Ну вот у меня к тебе вопрос. Почему достаточно такое большое количество, ну нормальное количество ребят, которые участвовали в конкурсах, побеждали, они не работают в этой профессии, занимаются абсолютно другими вещами, но не работают в профессии именно сомелье? Ну, для меня это проблема чисто практическая. Это та же проблема, из-за которой я в свое время ушел из профессии. Это вопрос оплаты труда, вопрос графика и всего прочего. Да, то есть как бы когда ты живешь на очень... Ну что, грех, это и зарплата сомелье, в большинство, эта зарплата не самая большая. Во-вторых, она далеко не всегда, к сожалению, хорошо платится. В-третьих, есть рестораны, которые сомелье не оформляют. В общем, наши там всякие разные, наши нюансы серого и черного, скажем, бизнеса, который до сих пор у нас есть. Это, в общем-то, ну, в общем, любой, я думаю, сомелье, если его спросить, расскажет историю про то, как его обманули, кинули там и так далее. К сожалению, у всех так или иначе, или почти у всех такие истории были. Поэтому очень многие уходят просто банально из-за того, что нужны деньги. И это действительно правда. И сомелье это очень классно, когда ты молодой и без семьи. Но когда ты не молодой, ну, или, скажем так, уже не то, чтобы уж совсем молодой, с семьей, с ипотеками и так далее, это становится очень сложно. Поэтому банально это график. И, опять же, здесь есть чем сравнить. Скажем, если мы возьмем рестораны западные, ну, там такого подхода к людям, конечно, нет. Я заканчивал работу и в 7 утра, и в 8 утра, и в 10 утра, придя на смену в 12. В общем, ну, да, в условном Лондоне или в Париже это невозможно. У нас это, к сожалению, сплошь и рядом. Это тоже, в общем-то, график, который выдерживают не все. Прямо скажем, да, по молодости это классно, но когда тебе уже там больше, чем 20 с лишним лет, то это уже несколько тяжелее. Поэтому проблемы исключительно в этом. Я не вижу других, на самом деле, каких-то факторов. Если бы это достойно оплачивалось, было очень стабильно, было очень, ну, не хочу говорить комфортно в плане графика, но, скажем так, нормально в плане графика, я думаю, что ситуация была бы другой. Так, а как понять, вот, Шулакова, Наталья задает вопрос, а как понять, кто лучше Сомелье в жизни, ресторана, рестораны, если не конкурсы? Как измерить тогда? Да никак, но как это измерить? Это должны измерять гости, наверное, да? Конечно, ходите по часу в ресторан, смотрите, как работают, насколько... Да, вот, точно, поэтому... А не то, когда ты задаешь вопрос из винной карты, берешь винную карту и задаешь, расскажите мне вот про вот это вот вино, и человек говорит одну секунду, идет, окей, Google, короче, там, типа, узнать информацию побольше, а потом прийти и сказать, начать рассказывать. Таких, блин, хочется просто лупить по полной программе. У меня вопрос, знаешь, еще какого здесь есть? Рома, привет, куда рванешь первым делом с открытием границ? Очень прикольный вопрос. Все зависит от того, когда их откроют. Если откроют летом, я бы очень хотел поехать в Испанию, в Галисию, потому что я в Галисии был только непосредственно в регионе Риас-Байшас, а мне бы хотелось ее всю посмотреть, все вот эти регионы Вальдеорос, Монтерея, Рибейра и так далее. Я там не был никогда, там очень красиво, очень вкусно и очень интересные вины сейчас производятся. Но на самом деле я бы очень много куда хотел поехать, потому что вот с 2012 года мы с женой каждое лето стараемся отпуск проводить именно так. Мы выбираем какой-то винный маршрут, я списываюсь с виноделами заранее, и мы туда едем недели на две, путешествуем по винодельням, пробуем местные вина, пробуем местную гастрономию и таким образом стараемся как бы свой кругозор расширять. Но как получится в этом году, когда вся эта история закончится, знаешь, может получится так, что я поеду в Белоруссию к друзьям на наши дни на пять, и это, в общем, будет все мое путешествие. Так что посмотрим. Не будем загадывать, но очень бы хотелось в этом году посетить Испанию. А еще, конечно, куда очень бы хотелось попасть, это Тенерифе, Канарские острова, потому что тоже с точки зрения виноделия очень небанальный и очень интересно развивающийся. Вот тоже было бы интересно посмотреть, что там вообще происходит. Ром, я хочу задать тебе вопрос по поводу натуральных вин, твоего отношения ко всему этому. Кстати, сегодня у Володи Басова день рождения. Знаю, да. Я, пользуясь ситуацией, поздравляю, я думаю, что все коллеги присоединятся. Присоединяюсь, да. То, что ты делаешь с натуральными винами, это очень-очень круто. Ты, по сути дела, такой вот двигатель всей этой истории, я очень удивляюсь, респект тебе по полной программе, здоровье и счастье во всем. Все, что ты делаешь, это очень-очень круто. Но, помимо всего, есть еще и вкусы. Вот задаю тебе вопрос. Твое отношение к натуральным винам? У меня нет никакого предвзятого отношения, но я скучно всегда отвечаю на этот вопрос, потому что у меня основной критерий, чтобы вино было хорошее. Вот и все. Я люблю натуральные вина, когда они сделаны хорошо. Когда под личиной натуральных вин выдают вино, которое обладает всеми возможными и невозможными дефектами, и говорят, что нет-нет, это круто, просто вы ничего не понимаете, вот это, конечно, уже очень плохо. А это, к сожалению, встречается очень часто в этой тусовке, так называемых, натурального вина. И я это встречал тоже неоднократно и не двукратно. В общем-то, я думаю, все с этим сталкивались. Поэтому у меня нет никаких предубеждений. Я не буду спорить по поводу названия, хотя понятно, что оно очень спорное, и мы можем устроить такой тут батл на тему того, что означает натуральное вино. Я постараюсь Володю Гасова позвать на эфир. Мне будет очень интересно с ним поговорить на эту тему. К сожалению, мы редко видимся. Я его очень люблю, уважаю, и очень хочу услышать от него его видение, как он это все делает. Поэтому это неоднозначно. Потому что ты правильно абсолютно говоришь, смотря на что он называется. Да, скажем так, я был в нескольких хозяйствах, которые делают натуральные вина. Я пробовал очень много так называемых натуральных вин. И если это хорошее вино, если оно сделано хорошо, пусть и со своими особенностями, то я ничего против не имею. И когда есть возможность, такие вина тоже с удовольствием пьют. Вот так. Роман, можете назвать основные информационные каналы, из которых черпаете новости винного мира? Каналов на самом деле очень много, поэтому вы за всеми не уследите. Но основные информационные, ну скажем так, основные источники информации. Я очень рекомендую подписаться на электронные журналы, в частности журнал «Декантер», который выходит каждый месяц. Подписка стоит относительно недорого. Если у вас есть планшет, то вы ее можете себе оформить, и каждый месяц вы будете получать очень хороший такой, я бы сказал, источник информации. Потом, winesearcher.com, они периодически публикуют новости. drinkbusiness.com, новости с уклоном в немножко такой профиль винного бизнеса именно, хотя про все изменения винного мира глобальные, где какой-то лосьон появился, где там кто что сказал, что сделал, это все появляется. сайт, сайт giltson.com, единственное, что он платный, на него надо будет подписаться. Да вот, наверное, пожалуй, это все, чем я пользуюсь. А так, какие-то вот информация просто прилетает, грубо говоря, из, когда ленту листаешь в Facebook, кто-то что-то перепечатывает, кто-то что-то перепостчивает, вот, и это видишь. Но вот основные источники, которыми я пользуюсь, они такие. Хороший вопрос. Ксения Ковчина задает, Роман, каких российских производителей вы бы смело могли рекомендовать для подарка иностранному эксперту? Хороший вопрос, но это, опять же, да, значит, кого-то обидеть. Я могу так сказать, кто меня очень порадовал, кто меня очень приятно удивил в прошлом году. Я был очень приятно удивлен Узуновыми, вот, молодыми, и с большим удовольствием мы были у них в хозяйстве, мне очень понравилось, и они большие молодцы. Я тогда написал прям целый пост про то, как классно у них все получается, и какие они сами вообще замечательные ребята, и вина у них очень классные. Мне очень понравилась Шумринка, мне, что еще там, ну, Левкадия, понятно, что там Левкадия, Секора и так далее, это всегда стабильно хорошо, и даже несмотря на то, что с Секорами там есть какие-то вина, которые мне там по стилистике не близки, это все равно очень здорово и классно. Поэтому я могу сказать так, что вот мы ездили сейчас в Польшу, сейчас, это было тоже уже, господи, почти, ну, не год назад, это было в октябре, и мы для наших преподавателей тамошних, мы собрали сет российского вина, там был Петр Петр с Адам Павловский, вот мы им передали, там я не помню сколько, шесть или семь бутылок разного, там была и Фоногория, там была и Левкадия, и Девноморская, еще что-то, вот мы им собрали, они попробовали, и Адам, когда он приезжал сейчас в Россию, он как раз был в винотеке у Артура Георгиевича, он что-то покупал, и присылал потом мне фотографию, что он что-то пробовал. Поэтому я могу сказать так, что мне сегодня не стыдно, в принципе, российское вино везти за границу, показывать своим друзьям, коллегам, и, наверное, практически у каждой винодельни на сегодняшний день в России можно найти то вино, которое вот абсолютно не стыдно. Вот, кстати, последний пример, я был в Испании, и у нас было на слете амбассадоров такое задание, привезите три бутылки своего местного вина, которое нам будет интересно попробовать. Я привез красностоп от Бернье, дай бог памяти, какой же это был год, 2008 что ли, Артур Георгиевич, какой у них сейчас, 8-й текущий, или 11-й, уже забыл. Нет, уже 11-й. 11-й, и это было прям вообще. Он был настолько хорош, что я его сам слепой дегустации не узнал. Я про себя думал, ну не может быть, но настолько хорошо, чтобы это прям вот было российское. Оказалось, что это было именно оно, так что все были в восторге, и я был главным образом в восторге, потому что я его не узнал слепой дегустации, просто потому что я подумал, что не может быть настолько здорово. Оказалось, что может быть. Роман, подскажите, пожалуйста, есть ли доля соперничества соперничество между МАС и ПАС? Конечно, есть. Мы с Партака не зенит. Это нормально. Ну, хорошо сравнивать. Не, ну, было бы глупо сейчас говорить, что да нет, да что вы. Ну, понятно, что оно есть, потому что гегемония Питера с 2011 года с очень небольшими перерывами она была практически повсеместной. Я помню времена, когда Москвы просто не было на конкурсах. Давайте уж говорить прямо. Да, когда у нас были чисто питерские финалы и так далее. Поэтому, конечно, доля соперничества есть, безусловно. И это нормально, и это хорошо. Здесь никто никого не ненавидит, не презирает и так далее. Это абсолютно нормальное соперничество. Мы в жизни общаемся. Но когда мы выходим на поле, да, мы Спартак, а не зенит. И это, в общем, нормально и здорово. Это абсолютно естественная ситуация, которая, я думаю, очень здорово стимулирует и тех, и других. Так что, в общем, позитивное, хорошее, конкурентное, конкурсное соперничество. Его можно только приветствовать и всячески одобреть. А так мы в жизни все друзья. То есть, получается, что человек хочет и плюшек, и от чемпионства, но не готов терпеть сложности профессии. Где справедливость? Чего человек хочет и чемпионства, и что? То есть, получается, что человек хочет и плюшек от чемпионства, но не готов терпеть сложности профессии. Где справедливость? Ну, да, да. Но, собственно, видите, о чем мы говорим, да, конкурс «Сомелье» — это же не конкурс именно «Сомелье». Да, это конкурс винных специалистов, скажем так, винных знатоков. Давайте их так и назовем, потому что у нас были «Сомелье», точнее, победители конкурса, которые никогда не работали с «Сомелье». Я выиграл конкурс в 2018 году и на тот момент уже 5 лет не работал в ресторане. И, в общем-то, да, опять же, очень многие участники у нас, которые участвуют в конкурсах и достигают высот, они не работают в ресторане. Но я могу сказать так, что свою личную позицию когда-то, когда я только пришел в этот мир, «Сомельешный» имеется в виду, винный, давайте назовем так, винный, мне, в общем, казалось, что абсолютно правильно будет поработать на всех этапах этой сферы. Поэтому я начал с того, что я был кавистом. Я начал вообще с того, что я был грузчиком, давайте так, в гипермаркете, и грузил бутылки советского шампанского и водки «Левиз» на полке. Потом я был кавистом, потом я был экспертом, потом я был снова кавистом, потом для меня было мечтой стать «Сомелье», и меня стали постепенно, постепенно, постепенно привлекать в эту сферу. Потом я стал «Сомелье», потом я стал «Сомелье» в другом ресторане. То есть мне кажется, очень здорово, когда человек постепенно двигается по этой лестнице вверх и проходит разные стадии. И мне кажется, это очень здорово и очень правильно. И то же самое касается и чемпионства, мне кажется. Очень правильно, ну, с такой, с точки зрения кармы, давайте назовем это так, когда человек приходит к чемпионству, будучи таким уже тертым калачом. Да, они вдруг просто непонятно откуда он там выпорхнул и тут же и так же исчез быстро, внезапно. Вот, но это чисто так, это мое мнение личное, назовем это так. Рома, что думаешь о Russian Wine Awards? Ну, не знаю, хорошо, наверное. Если это кому-то нужно, если это приносит пользу, то все должно быть. Все, что играет на пользу ресторанному рынку, все, что идет на пользу развития профессии сомелье, качества ресторанного рынка, пусть будет и все будет очень здорово. Главное, чтобы это ценилось, главное, чтобы это уважалось и действительно это было не просто какой-то наклейкой, нам никому не нужно, а чтобы это действительно вызывало какой-то благоговейный трепет у тех, кто этим пользуется и кто это видит. Тогда, наверное, это хорошо. Довольно часто встречаю предвзятые пренебрежительные отношения к сомелье от виноделов. Пришли, поплевались, ничего не поняли. Встречаешь ли ты такое отношение на своем пути? Нет, слава богу, у меня никогда такого не было, но мне кажется, это примерно так же, как отношение пренебрежительное сомелье к гостям. Мне кажется, это не очень хорошо. Я никогда с таким не сталкивался, слава богу, хотя мне доводилось бывать даже в таких очень-очень сновских бургундских хозяйствах, и мне как-то всегда вообще с людьми везло. Наверное, ну слава богу, ничего не могу сказать, поэтому с виноделами такими вот никогда не сталкивался. Как относишься к конкурсам ковистов? Есть ли в них смысл, раз и там, и в конкурсах сомелье участвуют все? Ну вот это, да, это вопрос пересечения, потому что действительно немножко странно, когда человек участвует в конкурсе ковистов и через два дня приходит участвовать в конкурсе сомелье. Мне бы хотелось, чтобы все-таки было какое-то разделение более понятное для людей. Ну, конечно, я не знаю, запрещать, не запрещать, но, в общем, запрещать, наверное, нет. Ну, наверное, нет, но с другой стороны, а сомелье может прийти и участвовать в конкурсе ковистов? Ну, почему нет? Ну, когда-то он же будет работать ковистом, мало ли. Да не знаю, будет ли он. В свою собственную винотеку. Не знаю. Знаешь, как говорится, Игорь Сердюк правильно сказал однажды, что вино – это смирение. То есть, да, проходит ситуация, приводит к тому, что ты, если тебе казалось, что у тебя все, ты всем владеешь, у тебя все замечательно, то на следующий раз может быть как-то иначе. Поэтому нужно понимать, что если у тебя ты сегодня работаешь сомелье, ну, послушай, сомелье, ты же знаешь, что тяжелая работа. Работать 5-6 дней в неделю, практически постоянно находиться на ногах – это довольно сложно. А ковистом-то все-таки два через два. Условно говоря. Поэтому здесь много есть преимуществ, пользы, но почему, если вдруг человек захочет идти работать в качестве ковиста, почему он не может участвовать в конкурсе ковистов? Может, у него язык подвешен? Это если он захочет, а если он не захочет? А если для него это просто фан? Ну, пускай ковисты подтягиваются, те, у которых не получается. Ну, пускай, наверное, не знаю, честно. Мне сложно сказать. Опять же, года два назад я бы сказал, что надо больше, 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 больше конкурсов, что конкурсов надо еще больше. Сегодня я уж так не считаю. Сегодня я, наверное, больше адепт того, что лучше меньше, но лучше в плане качества, чем в плане количества. Поэтому, если конкурс ковистов есть, то, наверное, мне кажется, он должен очень сильно отличаться от конкурса с имелье, чтобы это не было просто копия. Но, в принципе, отличается. Но, наверное, просто до конца дожимать его большую специфику, скажем так. Хотя, в принципе, он сейчас, по-моему, вполне себе оформился и уже имеет свои такие вот интересные черты, работа у полки и так далее. То есть, наверное, развивается все и будет здорово. Но я был один раз только, честно говоря, лично на нем. Рома, в каких ресторанах ты работал и где ты кайфовал, как с имелье? Да везде я кайфовал, как с имелье. Я работал у Артура Георгиевича в ресторане «Лес имелье». Это был классный опыт, потому что это был вообще мой первый ресторан в жизни. И я туда вышел с имелье еще вот только-только, закончив винную школу «Quain People». И я отчетливо помню, как я тогда ходил, отрабатывал навыки декантации, все вина декольтировал со свечкой, с корзинкой. То есть все, даже то, что не надо было декантировать со свечкой, с корзинкой. Но мне нужно было отработать. Во-вторых, это был очень классный опыт в плане иноматиков, потому что у нас было очень много вин, и все эти вина я пробовал. Каждое утро, повторюсь, я начинал с того, что я драйвил эти иноматики. И, соответственно, все там 80 вин мне надо было так или иначе перепробовать, чтобы понять, какой я там живу, какой я в каком состоянии находился и так далее. Вот. Я работал в ресторане «Пьяца Итальяна». Это тоже был для меня шикарный опыт. Вместе с Александром Зуховым очень с ним подружился. И это был просто другой опыт в плане других вин, потому что там был несколько другой статус ресторана. И, конечно, в общем-то, самые дорогие вина в своей жизни я попробовал именно там. Там была своя специфика, но это тоже было очень классное время именно с точки зрения вот тех вин, которые я там попробовал. И, в общем-то, по большому счету, я работал в двух ресторанах, потому что в остальных заведениях, где я был, это были винотеки. Вот. Я работал в винотеке, я работал в кавистом в ароматном мире и работал, опять же, в винотеке вот у Артура Георгиевича в Лесомелье, на Смоленке. Ром, как справлялся с бредными гостями, у которых огромная корона на голове? По-разному всегда. Ну, до конфликтов, естественно, никогда не доходило, но всегда по-разному. Бывают те гости, которым надо постоянно говорить, да-да-да, вы там самые лучшие, самые замечательные, абсолютно правые. Ну, то есть, это такой же момент чисто психологический. Здесь какого-то единого рецепта, наверное, нет. Да, есть те, с кем можно поспорить, есть те, с кем категорически нельзя идти на конфликт. Бывали разные. И вот гости. И, конечно, наверное, то, о чем мы редко говорим, да, мы говорим о сомелье, которое относится плохо к гостям, но, к сожалению, есть гости, которые относятся очень плохо к людям в целом, да, к персоналу вообще. И вот эти все байки там про то, что официантов называют халдеей, и все вот эти «ты иди сюда», да, это все, к сожалению, у нас до сих пор тоже есть. Безусловно, увы, увы. И для меня была тоже такая, ну, маленькая ремарка, да, опять же, когда я был в Лондоне, для меня было очень забавно, как наши гости, имеется в виду русские, меняются, приходя в западный ресторан, да, как будто они сдерживают свое такое вот, вот, чего они не позволяют себе там, чего позволили бы здесь. И это прям очень классно. Хотя, казалось бы, ну, что изменилось-то, да? Вот, поэтому, ну, да, опять же, повторюсь, наверное, какие-то проблемы роста у нас пока что есть, да? В том числе и кое-каку. Скажи, пожалуйста, у нас вот как раз к завершению эфира идет, ну, я, ну, так как ты все-таки ресторанный работник, человек, который работал в ресторанах, ну, может быть, и не в ресторане, а вот самый твой забавный случай, касаемый, вот, вина, может быть, работы в ресторане? О, ну, у меня был реальный случай, когда гости, которые заказали лятаж, они потом признали, что они из него делали глинтвейн. То есть вся вот эта байка кочует про то, что, значит, глинтвейн из Петрюса, ну, вот я с этим столкнулся реально, просто они пришли, но это были очень, скажем так, небедные. По поводу Петрюсов я столкнулся, когда 8 бутылок при мне Петрюса делали из них глинтвейн. Это как бы охрана стояла и наблюдала, чтобы именно Петрюс был залит туда. Ну, вошел. У меня были такие гости очень небедные, которые пришли, у них, значит, был выбор, у нас в карте был лятаж 91-го года, и уже какой-то Бордо они выбирали там 2004-го. И у них был, типа, вопрос, а что же нам выпить? Я говорю, конечно же, лятаж. А что еще выпить? Вот они выбрали лятаж, я им приношу бутылку, и говорят, ой, да, я помню, мы это вино, значит, это, для ребенка делали что-то типа сиропа, варили из него глинтвейн, ребенку давали по чайной ложке, когда у него каша. Вот это то, с чем я реально столкнулся, такое было. Ну, главное, что ребенок выздоровел. Да-да-да. Вот, так что да. Ела, Игорь Самсонов, Олег Репин, Константин Дзитоев, Галинский, Галинский, ваше мнение? Дзитоева пробовал, к сожалению, очень мало, Галинский не пробовал, Репин, ну, хорошо, в общем, чего еще тут сказать. Яйла, неплохо, и, по-моему, пробовал от них белые. От Самсонова очень хорошо отношусь, очень мне нравится эссе, так что, в общем, ну, вот Галинского осталось просто попробовать, у меня еще не было этого опыта, к сожалению. Так, Рома, правда, что ты болеешь за московский Спартак, а сам родом из Питера? Да, всю жизнь, с 2000 года болею за Спартак, и за футбольный, и за хоккейный, да, хотя сам родился и вырос в Питере. Артур, Роман, привет. Какую цель преследует МАСС и почему? Какую цель преследует МАСС? Образовательная. Образовательная, прежде всего, и цель, конечно, скажем так, помимо образовательной, это привлечение людей к этой профессии. Наверное, так. Потому что в перспективе, конечно, мне бы очень хотелось видеть Московскую Ассоциацию как некий профсоюз, но я прекрасно понимаю, что для этого нужно подключать совершенно другие ресурсы, совершенно другие силы. Ассоциация пока что, она, конечно, живет на формате такого вот энтузиазма, назовем это так, да. Хотя, конечно, видеть ее как организацию, защищающую и представляющую интересы сомелье, в том числе на уровне работодателя и так далее, мне бы очень хотелось. И, ну, я очень надеюсь, что когда-нибудь мы дорастем до этого, скажем так, состояния. Пока что это образовательная функция и функция привлечения к профессии. А, ну и, конечно, подготовка сомелье к конкурсу. Безусловно, да. Ром, у нас подходит время, к сожалению, к концу, чтобы потом не переподключаться. Может быть, ты отметишь кого-то, кому хотелось бы тебе вручить вопрос? Чей вопрос был наиболее интересен? Ой, я уже даже все не помню, но давайте... А вы-то свой выбрали уже? Я, да, я на тебя понадеюсь, готов. Ну, давайте я сейчас очень быстренько пролистаю. Мне понравился вопрос про соперничество пас и масс. Вот. Так что сейчас посмотрю еще, может быть, какие-нибудь вопросы. Ну, в принципе, да. Или... Так, 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 так. Это у нас Аверьянов Александр был, да? По поводу Спартака. Так, а вот по поводу... Ну, Саша просто, он тоже, по-моему, болеет за Спартака. Да. Кто у нас задавал по поводу масс-пасс? Масс-пасс задавал человек с ником Савва. Да, ну, вот я сейчас пытаюсь его найти здесь. Вот, ну, в любом случае... Да, я нашел. Ну, вот бутылку готов отдать. Вот, если этот человек мне напишет, если это вино можно будет ему вообще как-то доставить, то, в принципе, вопрос про соперничество будет неплохой. Ну, так, я, наверное, кому-то... Все-таки другому. Вот мне нравились вопросы о Ксении Ковчиной. Ей, в принципе, гид не нужен, я знаю. Но, Ксюша, я что, какую-нибудь бутылку тебе передам вместо книги? Ну, бутылка это всегда страшно. Или вместо книги... Ну, бутылка, либо, если нужна книга, ни каких проблем скажешь, я тебе ее отправлю. Вот. Ну что, дорогие друзья, с нами был Роман Сосновский, президент Московской Ассоциации Сомелье, чемпион всех конкурсов, каких, возможно, было бы... А, пока ты еще Wine People не выиграл, но ты уже был членом жюри, поэтому, да. Но, в любом случае, это тоже очень полезно, что касается российского вина. Я, Роман, тебе очень благодарен. Я думаю, что у ребят еще осталось очень много вопросов, кто бы хотел бы тебе задать. Пишите лично. В любом случае, я буду выкладывать это все у себя на канале и на YouTube. Если будут возникать вопросы, не стесняйтесь, пишите. Может быть, если будет достаточно большое количество вопросов, мы еще раз с Романом выйдем вместе в эфир. Еще раз всем огромное спасибо, Ром, тебе за то, что ты поделился какими-то очень интересными моментами. Мне очень интересно послушать всех остальных президентов Ассоциации. Для того, я думаю, что, может, к концу, вернее, в понедельник или во вторник, на следующей неделе, уже какая-то будет общая концепция понимания того, что происходит. Всем большое спасибо, всем пока. Спасибо большое. До встречи, на связи. Спасибо большое. До свидания.